Когда я работал над книгами, посвященными борьбе между различными трестами, Эжен Меррель знакомил меня с представителями делового мира, снабжал конфиденциальными материалами. Он издал французский перевод моего романа «Единый фронт». «Давайте назовем вашу книгу «Хорошего аппетита, господа», — вдохновенно предлагал он. Я упирался. В итоге роман вышел под заглавием, придуманным Мерлем «Акционерное общество Европа». Не следует думать, что Меррель был профессиональным издателем. Он иногда издавал книги, выпускал то большую ежедневную газету, то сатирический журнал, то финансовые бюллетени, писал статейки, делал дела. В ранней молодости он был анархистом. Водился с Бонно, который был налетчиком с убеждениями. Я помню, как годы за три до мировой войны Париж взволновался. Огромные силы полиции оцепили дом, из которого Бонно отстреливался. Анархистская газета «Лебертер» тогда писала, «Вор, жулик, шантажист неизменно восстают против установленного распорядка, они правильно понимают свою роль в обществе». Многие друзья молодого Мерля погибли. Он случайно выжил. Остепенился и стал неотъемлемой частью политического, финансового, литературного Парижа, хотя не был ни депутатом, ни банкиром, ни писателем. Твердых политических убеждений у Мерля не было. Но до конца жизни он сохранял привязанность к анархистам и ненависть к правым. Не было у него и тех принципов морали, которые внушает французским школьникам с ранних лет. Сильными мира сего Мерль был беззастенчив, но к людям, обойденным судьбой, будь то неудачливый поэт или курьерша редакции, относился с любовью. Он чем-то напоминал старых разбойников, которые грабили на большой дороге и делились добычей с окрестными бедняками. Меня он привлекал не только живучестью, весельем, необычайной фантазией, но и добрым сердцем. Родом он был из Марселя, где его отец по имени Ангел торговал апельсинами. Кажется, фамилия отца была Мерло, по-французски Мерль «дрозд», и французы вместо «белой вороны» говорят о «белом дрозде». Одно время Мерль издавал сатирический журнал «Белый дрозд». Он сам походил на птицу, притом воистину редкую. В эпоху между двумя войнами, когда люди старались покрепче устроиться на земле, когда даже жулики ссылались на философию, на религию, на высокие политические идеи, Мерль порхал, иногда подбирал зернышки, на месяц или на год богател, потом снова рыскал по Парижу в поисках человека, который угостил бы его обедом. Он и брал, и давал деньги с легкостью, как будто расточал улыбки или срывал цветы. Еще до того, как я с ним познакомился, Париж был потрясен короткой эпопеей «Париматиналь». Мерль решил издавать легкомысленную газету нового типа. Он набрал лучших журналистов. В степлянной клетке перед толпой зевак молодой человек Жорж Сим писал детективный роман, написанную страницу тотчас уносили в типографию. Жорж Сим стал потом известным писателем Жоржем Сименоном. С Жоржем Сименоном меня познакомил Мерль. Сименон тогда был начинающим автором детективных романов. Много лет спустя он достиг совершенства, которое позволило ему приподнять презираемый жанр до уровня высокой литературы. Я не читал его романов, но мне нравился большой веселый человек, прекрасный рассказчик, неизменный курильщик трубки. Он жил на яхте, и помню, как однажды я приехал к нему на Марну. Он смешил меня причудливыми историями. Но наиболее забавным мне показался его пес Ньюфаундлендер, огромный добряк, который пугал приезжавших к реке в жаркий день выкупаться. Верный своему долгу и навыкам породы, пес несся к плававшим людям и вытаскивал их на берег. По вечерам Сименон порой заглядывал в бар Куполь, где царил бармен Боб. Туда приходило много разных писателей. И Рене Кривель, и Вайян, и Деснос. Я там просиживал почти каждый вечер. Недавно я разыскал часть книг, которые оставил в Париже оккупированным немцами у приятеля. Среди них был один из ранних романов Сименона «Череп» с дарственной надписью автора. Дружеский Илье Оренбургу, чья осознательность и принципиальность помогли мне создать образ карикатуру Радека. Я прочитал этот роман. Имя Радека Сименон взял случайно. Оно приползло с газетной полосы и никакого отношения к Карлу Радеку не имело. Карикатуру он нарисовал с меня. И, говоря нашим газетным жаргоном, шарш был дружеским. Радек сидел в баре Куполь. На чем он занимался? Он зверски убил двух богатых и очень старых дев, живших в предместье Парижа, мстил за нищие детства. Это принципиальный и сознательный убийца, только редкая прозорливость сыщика помогла раскрыть подлинную роль Радека. Конечно, Сименон не подозревал меня в убийствах и прибавил слово «карикатура», но я ему казался сверхсознательным, ультрапринципиальным и непримиримым. А было это в те годы, когда я бился как щепка в море, когда советские критики назвали меня буржуазным циником, а друзья советовали наконец-то стать на платформу. «Мы сидели в маленьком прокуренном баре и гадали на кофейной гуще, стараясь разгадать не только будущее, но своих соседей, да и самих тебя. Трудное это занятие, и нелегкими были те годы». Мерль грозил политикам с сенсационными разоблачениями, подписчикам он сулил ценные премии, и вдруг, когда настает время выдавать премии, газета исчезает. При одной из первых встреч Мерль сказал мне, «Мой друг, вы чересчур скромны, во Франции мало одного таланта». Он решил меня разрекламировать, устроил обед в отдельном кабинете роскошного ресторана и пригласил писательницу Жермену Бомон. Она заведовала литературным отделом бульварной газеты «Матен». Кроме нее Мерль позвал Десноса, которому покровительствовал. Деснос поел, а главное выпил, и начал обличать Матен, каждый раз поворачиваясь к Бомон. Я, конечно, имею в виду не вас. Как подобало раннему сюрреалисту, Деснос любил слова скорее нецензурные, и, характеризуя Матен, перечислил все части человеческого тела. Жермен Бомон не выдержала и ушла. Мерль был огорчен. Ему не удалось состватать меня с мировой славой. Он объяснял мне, может быть, госпожа Бомон в душе и согласна с Десносом, но она не могла допустить, чтобы поносили ее хозяев, да еще в присутствии советского писателя. У Мерля была неподалеку от Парижа прекрасная усадьба. Устраивая приемы, он любил пускать пыль в глаза, но сам сохранял демократические привычки своей молодости. Утром он завтракал на кухне, ел помидоры, которые густо солил, и поездом отправлялся в Париж. По большей части утром у него денег не было, но в поезде рождались грандиозные планы. Он любил обедать в ресторанах с провансальской кухней. Обожал айоли, майонез с чесноком. Часто ходил к Нине, в нее был маленький, на вид очень скромный, но очень дорогой ресторан. Нина была и хозяйкой, и кухаркой, пускала к себе только ограниченный круг знатоков. Кого только я не встречал за столом Мерля, анархистов и промышленников, лаваля и доладзье, поэта Сен-Поль-Ру, Тристана Бернара, принца гастрономов Курнонского, Блеза Сандрара, депутатов, биржевых маклеров, модных адвокатов, киноактеров. Когда лаваль отправился в Москву, Мерль мне сказал, «Это самый талантливый мошенник Франции. Я хочу, чтобы он договорился с русскими, потому что ему ничего не стоит договориться с Гитлером». Даладзье тогда называли быком и звуклюзы. В своих речах он был смел и напорист. Мерль сокрушенно говорил, французы перестали разбираться даже в тех вещах, которые считались их специальностью. Но как можно назвать Даладзье быком? Ведь это типичный вол, можете спросить любую тёлку. В 1933 году раскрылась очередная Панама. Ставиский, которого в 1917 году судили за мелкую кражу и который 15 лет спустя присутствовал как эксперт на дипломатических конференциях, украл 650 миллионов франков. Тарадзье уверял, что мошеннику покровительствовали радикалы. Мерль посмеивался, «Если они осмелятся меня тронуть, я покажу талоны чековой книжки Ставиского». Он делал подарки и друзьям Тарадзье. У Мерля было, разумеется, много врагов, которые хотели его погубить. Он назвал свиней, которых держал в усадьбе, именами своих врагов. Особенно его преследовал редактор фашистской газеты «Грэнгуар» Корбуччия, и огромный толстый боров был окрещен его именем. Однажды Мерль прислал мне окорок с письмом, «Примите в подарок ногу моего незабвенного Корбуччии». Как-то я был у него 14 июля. Пришли крестьяне, чтобы его поздравить с национальным праздником. Он вытащил 10 ящиков с шампанским и, подняв бокал, торжественно провозгласил. «Да здравствует Франция!» Крестьяне хором ответили «Да здравствует господин Мерль!» Он любил пафос. «Когда я умру, не нужно ни пышных похорон, ни речей. Пусть только подымут траурный флаг над башней моего замка». Когда в усадьбу приезжали гости, Мерль надевал фартук и готовил обед, причем фантазировал он и на кухне. Народное блюдо — луковый суп — обильно приправлял сухим портвейном. Был он чрезвычайно суеверным. Французы говорят, что нужно схватиться за дерево, чтобы не сглазить. Мерль жаловался. «Прежде я был спокоен. Во всех кафе были деревянные столики. Теперь столы мраморные. Приходится носить в кармане огрызок карандаша». Он завел павлинов. Это совпало с дурной для него полосой. Он приписывал все напасти птицам. Они ночью подходили к дому и роняли перья, на которых был дурной глаз. Убить или отдать павлинов он не решался. Нельзя перечить судьбе. Однажды крестьяне пришли удрученные. Деревенские собаки загрызли павлинов. Мерль воскрес и сразу отправился в Париж с новыми гениальными планами. Я неправильно сказал, что у Мерля не было моральных принципов. Вернее сказать, его принципы не совпадали с общепринятыми. Он, например, не признавал договоров, не платил своим авторам гонораров. На диснос мне рассказывал, стоило ему намекнуть, что у него трудное положение, как Мерль давал больше, чем полагалось по договору. До конца жизни он помогал детям своих товарищей по анархистской группе. Когда батя подал на меня в суд, Мерль спросил Любу, какой у нее номер обуви. «Завтра вы получите двенадцать пар туфель от синдиката французских фабрикантов». Люба на него накричала, рассказала мне, я рассердился и строго-настрого запретил Мерль разговаривать обо мне с французскими конкурентами, батей. Мерль посмотрел на меня с жалостью и с восхищением. «Бог ты мой, да чего вы наивны! Но я вас за это уважаю». Побывав в Москве, панаит истрати стал поносить Советский Союз. «Мерль возмутился. Когда я начинал работать в газете, там был славный малый репортер Гюстав. У него была подруга, красивая, очень высокая и очень темпераментная. Она ему устраивала сцены ревности, он часто приходил в редакцию с синяками. Однажды он пришел с лицом совершенно кровавленным, жалко было на него смотреть. Мы решили поговорить с дамой. «Почему вы обижаете нашего Гюстава?» Она даже руками всплеснула. «Вы хотите знать, почему?» «Хорошо, я вам расскажу. Это я заплатила за его вставную челюсть, и моими зубами он улыбается другим женщинам. Вы спросите, почему я вспомнил эту историю?» «Здесь нет никаких аллегорий». Истрати рассказал мне, что ему в Москве вставили чудесные зубы, и вот с советскими зубами он улыбается Пуанкаре и Братиану. Мерль познакомил меня с госпожой Анно. Ее арестовали, потом выпустили. Это было громкое дело. Мерль ее уважал и часто повторял «честнейшая женщина». Она мне рассказала много интересного о проделках финансовой знати. Что касается Мерля, то он неизменно говорил «в девяносто девяти случаях из ста мошенник или вор куда порядочнее прокурора и судей». В Испании началась гражданская война. Я уехал в Мадрид. Осенью я вернулся в Париж за грузовиком с кинопередвижкой. Встретив Мерля, я рассказал, что еду на Арагонский фронт и хотел купить печатную машину, но не хватило денег. Мерль меня обнял. Я теперь только и думаю, что об Испании. Там ведь много анархистов. На следующий день он привез машину и шрифт. В то время у него было туго с деньгами, не зная, где он достал машину, но работала она превосходно. При последней встрече он выглядел усталым, поблекшим. У него всегда был хриплый голос, а тут он с трудом говорил, хотя любил поговорить. Он умер от рака горла. Почему я о нем написал? Уж не так часто мы встречались, да и вся эта история не имеет морали. Просто портрет одного непохожего на других человека. Мерль в душе был поэтом. Даже хорошие поэты пишут иногда неудачные стихи. Мерль иногда давал чеки без покрытия, но он оживлял Париж тех лет. Да и нельзя писать только о героях или об исторических событиях. В жизни нужны и белые вороны. В 1927-1928 годах французы зачитывались книгами Панаита и Страти. Его произведения переводили на различные языки. Особенно ими увлекались в Советском Союзе. За два-три года вышло не менее двадцати изданий книг Истрати. Ромэн Ролан, восхищаясь молодым автором, называл его «Балканским горьким». Теперь мало кто помнит книги Истрати. В моей жизни он был случайной встречей. Я слушал с охотой его цветистые истории. Он мне, скорее, нравился. Добрый, бесшабашный и вместе с тем лукавый. Не то скрипач из ночного кабака, не то анархист, перебирающий вместо четок игрушечные бомбы. А когда он исчез из виду, я о нем не вспоминал. Все же мне хочется задуматься над его судьбой. Эпоху понимаешь не только по инженерам, прокладывающим автострады, но и по контрабандистам, петляющим в ночи. Возле больших бульваров на улице Шатаден помещался восточный ресторан. Содержал его тучный и сладкий сириец. Туда приходили греки и турки, румыны и египтяне, ливанцы и персы. Там подавали различные кебабы, голубцы из виноградных листьев, медовые пирожки, истекавшие с салом, душистый котнар, анисовую водку с водой. Рабы этот напиток зовут львиным молоком, греческое вино с запахом смолы. Меня туда привел Панаит Истрати. Он восхищался явствами, которые соблазняли его в детстве. Сладости, пряности, запах баранины его пьянили. Он начинал рассказывать фантастические истории. По своей природе Истрати был не писателем, а рассказчиком. Рассказывал он очень хорошо. Увлекался, сам не знал, было ли на самом деле то, что он выдает за сущую правду. Так часто бывает с одаренными рассказчиками. Их слушают, затаив дыхание. Нет даже времени задуматься над смешными или печальными историями. Только потом слушатели, в зависимости от того, как они относятся к рассказчику, говорят, ну, и врет. Или какое богатое воображение. Почему Истрати стал писателем? У него было множество различных профессий. Он подавал в румынском трактире вино и грузил ящики на пароходы, красил дома и пек хлеб, писал вывески, работал слесарем, копал землю и был бродячим фотографом. В Ницце на набережной снимал туристов. Много лет он странствовал. Побывал в Египте, в Турции, в Греции, в Ливане, в Сирии, в Италии, во Франции. Говорил на многих языках. И ни на одном из них не умел говорить правильно. Своей родиной он считал Румынию. Его мать была румынской крестьянкой, отец — греками-контрабандистом. Вся его жизнь была настолько нелепой, что, кажется, ни один писатель не решился бы ее описать. Да и сам Истрати не мечтал о карьере писателя. Он любил читать, причем читал все вперемешку. Эминеску и Гюго, Горького и Ромена Ролана. Наконец, все ему опротивило. Голод, фантазии, книги, пальмницы, полицейские. Он попытался перерезать себе горло бритвой. Его отвезли в госпиталь. Он выжил. Из госпиталя он написал Ромену Ролану. Хотел рассказать пожилому умному человеку про свое отчаяние. Будучи одаренным рассказчиком и в душе ребенком, он отвлекся, начал припоминать забавные истории. Прочитав длинное письмо, Ромен Ролан восхитился талантом молодого румына и Панаит Истрати узнал новую профессию. Стал писателем. Быстро пришли слава, деньги. Я с ним познакомился, когда он был в зените успеха. Он как бы хотел наверстать упущенные, и перечитывая восторженные рецензии, и выбирая в буфете сирийского ресторана диковинные закуски. Были в нем наивность, детская хитрость, обаяние цыгана из пушкинской поэмы, восточного выдумщика, левантинского хвостуна и обыкновенного мечтателя, среди голода и побоев, сохранившего тоску по любви, по звездам, по правде. Как-то он сказал мне, «Я ведь не писатель. Просто жизнь была пестрой, а скоро я выдохнусь». Сказал он это без горечи, как бродяга, случайно оказавшийся в хорошей гостинице, который знает, что его ждут с ума и пыльная дорога. Первые книги Истрати, принесшие ему известность, романтичны, сказочны. Французы изумились, увидавших Ирзаду в пиджаке и брюках. Истрати рассказывал о своем детстве, о скитаниях, о турецких гаремах, о румынских гайдуках. Больше всего его увлекали гайдуки. Они защищали обиженных, не было у них партийной дисциплины, и вдоволь шумный, но слабовольный Истрати, который всю свою жизнь был анархистом, видел в них своих учителей, старших братьев. Он как-то рассказал мне, что одно время увлекался политикой, организовывал забастовки, вероятно, это было правдой. Но еще раз напомню, чем только в жизни он не занимался. Живи он в девятнадцатом веке, все кончилось бы хорошо. Он написал бы еще десять или двенадцать книг, стал бы французским академиком, или вернулся бы на родину, где над его романами проливала бы слезы сентиментальная писательница Кармен Сильва, она же королева Румынии. Но на дворе стоял иной век. В 1925 году Истрати поехал в Румынию. Он увидел, как жандармы избивали крестьян, как расстреливали участников Бессарабского восстания. Он вернулся во Францию возмущенный, выступил в Лиге прав человека, написал несколько гневных статей. Он спрашивал себя, что делать. Гайдуков давно не было. Были коммунисты, и Панаит Истрати начал мечтать о Советском Союзе. Рассуждать он не любил, да и не умел. Он мыслил сказочными образами. Для него мир делился надвое, нечистивцы и праведники, трущобы нищего Неаполя или молочные реки в кисельных берегах. Порой мне трудно было с ним разговаривать. Он не мог себе представить, что в Советской России можно встретить глупых или бессердечных людей. Шехерезада по ночам рассказывала сказки, а Истрати начал обличать современных калифов. Он поехал в Москву. Шумно восхищался решительно всем. Заявил, что намерен перебраться в Советский Союз. Вернувшись в Париж, он опубликовал книгу, полную резких и, по большей части, несправедливых нападок на страну, которую только что прославлял. Поворот был настолько крутым, что все обомлели. Одни заговорили о коварстве и подкупе, другие о чудодейственном прозрении. Книга, посвященная поездке в Советский Союз, никак не напоминала книги Истрати, говорили, будто ее написал кто-то другой. Не знаю, правда ли это. Может быть, сказалось, вечное легкомыслие Истрати. Пилигрим рассердился, реальность не походила на созданную им восточную сказку. Его тотчас окружили журналисты, политиканы, фракционеры. Он не успел опомниться, как стал игральной картой на зеленом сукне. Он мне как-то рассказал, что в ранней молодости ездил зайцем в поездах на пароходах. Это была увлекательная игра добраться из Пирея в Марсель без единой драхмы. Может быть, он захотел зайцем пересечь век? Его высадили на чужом незнакомом вокзале. Не было больше ни старых друзей, ни сказок. Он оправдывался, обвинял, писал истерические статьи. Вскоре он и ехал в Румынию. О последних годах его я мало что знаю. Обострился туберкулез, некоторое время Истрати жил в горном монастыре, называл себя анархистом, пробовал пристать к националистам, писал о Боге и обрадовался, когда о нем вспомнил Мариак. Умер он в Бухаресте в 1935 году. О нем были коротенькие некрологи во французских газетах. Его успели уже забыть. Много лет спустя, на свадьбе в глухой румынской деревне, я встретил героев Истрати, задорных и нежных. Они пели мятежные, печальные песни. Я вспомнил мечтателя Забияку и Забулдыгу, который рассказывал истории в полутемном ресторане на улице Шатаден. И еще раз подумал о страшной ответственности писателя. Нет легких ремесел, но, пожалуй, самое трудное — водить перышком по бумаге. Платят за это иногда хорошо, но расплачиваться приходится жизнью. В годы, о которых я рассказываю, я колесил по Европе. Изъездил Францию, Германию, Англию, Чехословакию, Польшу, Швецию, Норвегию, Данию. Побывал в Австрии, Швейцарии, Бельгии. С 1932 года я стал корреспондентом известий, и многие поездки были связаны хотя бы частично с газетной работой. А в 1928-1929 годах я еще не был профессиональным журналистом. Иногда мои путевые очерки печатала вечерняя Москва. Не был я и классическим туристом. Оказавшись в Норвегии, вместо того, чтобы любоваться живописностью фиордов, я поехал на далекий островок Рест, где даже подушки пропахли треской. А потом в маленький порт Мосс, где нет никаких достопримечательностей, и там ночью беседовал о судьбе нашего века с представителем пароходной компании. В Англии я поехал в прокопченный, мрачный Манчестер, и спускался в допотопные шахты Сванти. В Швеции забрался в новый заполярный город Кируну, где добывают руду. Денег у меня было в обрез. В Польшу меня вывез импресарио. Я читал доклады о литературе. В Англию пригласили пен-клуб и издатель. В Вену я поехал навстречу какого-то культурного объединения. Повсюду я разыскивал дешевые гостиницы и полагался больше на свои ноги, чем на такси. Пушкин писал об Онегине. «И начал странствия без цели, доступны чувству одному, и путешествия ему, как все на свете, надоели». Цели и у меня не было, но путешествия мне не надоедали. Конечно, от себя уехать нельзя, и где бы я ни был, меня не покидали мои мысли. Вероятно, именно поэтому я любил и до сих пор люблю путешествовать. Иногда за 3-9 земель, приглядываясь к чужой жизни, находишь ту разгадку, которую напрасно искал у себя за рабочим столом. Мне было тогда под 40. Следовательно, я вышел из возраста, который обычно связывает с понятием становления. Но по-прежнему я чувствовал себя школьником. Каждый человек постепенно обрастает людьми, с которыми он связан общими интересами, ремеслом. Нельзя уйти от самого себя, но можно на некоторое время вырваться из круга привычных знакомств. Конечно, и в других странах я часто оказывался в среде писателей, познакомился с Майеровой, с Новомесским, с Антони Слонинским, с Броневским, с Андерсоном Нексе, с Нурдалем Григом, с Йозефом Ротом. На одном из Датских островов я случайно встретил Карин Михаэльс. Она возила меня к крестьянам, показывала превосходные фермы, ее всюду знали, уважали. В ранней молодости мы читали в России ее роман «Опасный возраст». Я думал, что ее волнует тайна женского сердца, а она говорила о другом, о неминуемой катастрофе, рассказывала, как фермеры не хотели помочь голодающим немецким детям, как теперь отворачиваются, когда она заговаривает о фашизме, об угрозе войны, как ужасны сытость, сон, равнодушие. Восемь лет спустя в Мадриде на конгрессе писателей среди разрывов снарядов кто-то прочитал приветствие больной Карин Михаэльс, и я вспомнил беседу на тихой зеленой ферме. Однако, говоря о вылазках из привычной среды, я думаю о других встречах со старым пастухом Бачий в Тисовце, с лодзинскими ткачами, со смотрителем маяка на Лофотенских островах, с внуком цадика из горы Кальвари, с берлинскими рабочими. Упомяну сейчас об одной из пестрых встреч. В Шкируне я познакомился с горняком-коммунистом, у которого была русская жена Нюша. Она меня угощала кофе, показывала восторженный холодильник, электрическую плиту, стиральную машину. Со мной горняк говорил по-немецки, а с женой почти не разговаривал, знал сотню русских слов. Нюша еще не успела овладеть шведским языком. Он мне рассказал, что был в Советском Союзе с делегацией, на Кавказе заболел воспалением легких и в больницу влюбился в сиделку. Он верил, что Нюша душа русской революции и огорчался, что не может спросить у нее совета, как поступить в том или ином случае. А Нюша радовалась, что попала в спокойную, богатую страну и недоуменно говорила про товарищей мужа. Это они жиру бесятся. Я не хотел ее строго судить. Она узнала много горя, голодала, брата расстреляли белые, мать умерла от сыпняка. Муж ее мне очень нравился, был благородным и смелым. Нюша горевала, что не научилась говорить по-шведски. На столе лежал толстый словарь, но молодожены редко в него заглядывали. Оба проклинали свою немоту, не догадываясь, что ей обязаны счастьем. Это, конечно, только печальная и смешная история, из которой не нужно делать выводы. Да я их и не делал. Я старательно записывал свои впечатления. Некоторые поездки я писал и назвал книгу очерков «Виза времени». Легко себе представить, что для обладателя советского паспорта, вздумавшего в те времена путешествовать, виза была магическим понятием. Однако, выбрав такое заглавие для книги, я думал не о придирчивых консулах, а еще более придирчивом веке. Хотел проверить, какие из наших прежних представлений могут быть завизированы временем. Поездки помогли мне освободиться от множества условностей, старых и новых, увидеть жизнь такой, как она есть. Разговаривая с датскими фермерами, я старался понять путь советского писателя. Представитель Советского Союза в Лиге Наций Литвинов поразил всех лаконичной формулой «Мир неделим». Блуждая по чужим странам, я понял, что неделим и другой мир, тот, что по старой орфографии писали через «и» с точкой. Я понял также, что народы своеобразны, неповторимы, как люди. Автор предисловия к одному из изданий «Визы времени» Раскольников предостерегал читателей. Эренбург придерживается устарелой теории национальных характеров. Он полагает, что каждый народ имеет свою душу, зависящую от свойств его национального характера. В этом отношении Эренбург имеет такого блистательного предшественника, как Стендаль, который в своем Пармском монастыре тоже безуспешно пытался разрешить проблему итальянского национального характера. Это ошибочное представление о национальной душе логически вытекает из общей идеалистической системы взглядов Эренбурга. Подобно Стендалю, он не материалист, а идеалист. Он предпочитает не изучать, а постигать интуицией. Это было написано в 1933 году. Десять лет спустя Алексей Толстой напечатал рассказ «Русский характер». В театрах шла пьеса Симонова «Русские люди», различные поэты воспевали русские обычаи, русскую любовь и, разумеется, русскую душу. Никто их не корил, им дружно аплодировали. Поскольку у русских оказалась душа, то есть некоторые черты национального характера, очевидно, она имеется и у других народов. Много раз я читал про то, как я или как другие писатели преодолевают былые заблуждения. А те, кто нас упрекал, о них не пишут. Между тем, они тоже от многого отказывались и многое начинали понимать. Я никогда не думал, что душа народа связана с кровью. Я многим болел, но только не расизмом. Душа народа, то есть его характер, складывается веками, и на черты национального характера влияет география, особенности социального развития, и повороты истории. Другие материки я увидел позднее, после Второй мировой войны, но и в годы, о которых пишу, мог многое сравнить. Конечно, я видел, что шведский рабочий рассуждает иначе, чем Крегер или банкир Валенберг. Но это не помешало мне отметить, что характер шведского рабочего отличается от характера итальянского рабочего. Здесь не было никакого идеализма, и это не противоречило ни существованию классовой борьбы, ни принципам интернационализма. Можно ли, побывав в Англии, не заметить, что англичане любят известное отъединение, что они предпочитают неудобные холодные домики с узенькими лестницами, квартиры в современном многоэтажном доме, что, в отличие от французов, они не живут на улице и не ныряют с удовольствием в толпу. Любой турист, даже лишенный наблюдательности, видит, что в Париже много магазинов, торгующих красками, принадлежностями для художников, много маленьких выставок, живописи. А в Вене сотни магазинов, где продают ноты и на стенах афиши концертов. Буржуа в разных странах проводит досуги по-разному. Англичанин обязательно является членом какого-либо клуба, причем в выборе клуба редко сказываются политические симпатии. В каждом клубе имеется библиотека с удобными креслами, и там джентльмены спят, одни тихо, другие похрапывая. Испанцы тоже любят клубы, но сидят они не в полутемных залах, а в витринах или на улице и смотрят на прохожих. Когда проходит более или менее молодая женщина, причмокивает. Немецкий буржуа обожает научные новшества и экзотику. В одном ресторане Берлина я увидел в меню цифры, сколько калорий в каждом блюде, витамины пришли позднее. В другом посетители лежали в гамаках, а над ними порхали тропические птицы. Это явно не понравилось бы французу, который не хочет платить за бутафорию, а любит хорошо покушать в маленьком невзрачном бестро. В английском парламенте люди спорят вежливо, а во французском я не раз присутствовал при драках. Я мог бы исписать сотни страниц, перечисляя особенности характера и быта, но я теперь не собираюсь обрисовывать различные страны, а только хочу отметить, какое впечатление оказали путешествия на мой дальнейший путь. Я увидел, что люди живут по-разному, но различие форм жизни не заслонило от меня того общего человеческого, что позволяет верить в единство мира. Конечно, шведы показались мне чопорными, теперь они освободились от многих условностей, нельзя было просто выпить рюмку водки, существовал сложный этикет, выглядели шведы холодными, замкнутыми. Но вот я познакомился с Акселем Клауссоном, бывшим военным атташе в Петербурге. Он знал русский язык и, выйдя в отставку, занялся переводами, перевел и мои две книги. Он был настоящим старым шведом, любил ужинать при свечах, подносил рюмочку к сердцу, никогда не забывал припомнить, как мы хорошо провели вместе вечер, даже если этот вечер был в позапрошлом году. Мы подружились, и он оказался человеком с горячим сердцем, вернейшим другом, умел поговорить и, что еще труднее, помолчать. Словакия сначала мне показалась страной далекого прошлого. Крестьянки ходили в красивых пестрых костюмах эпохи барокко, крестьяне некоторых округов носили фартуки, кресты на кладбищах были расписаны как веселые игрушки. Потом я увидел, что словацких писателей волнуют те же вопросы, что и меня. Я нашел там много добрых друзей, Клементиса, поэта Новомесского и других. Англичане выглядели существами с другой планеты. На все отвечали, у вас континентальный вкус, или это не у нас, а на континенте. Вскоре я увидел, что интеллигенты печальны, увлекаются чеховым. Когда играют трех сестер, в зале плачут. Я понял, что могу говорить со многими англичанами по душам. Я сказал, что повсюду меня сопровождали мои раздумья и сомнения. Они родились давно, еще в годы Первой мировой войны, когда я начал самостоятельно думать. Увидев огромное военное хозяйство, мгновенное отречение людей от мыслей, механизацию любви, убийства, смерти. Я понял, что в опасности само понятие человека. В конце двадцатых годов еще не было ни аплодисментов по команде, ни машин, способных сочинять стихи, ни статистики Освенцима, ни водородных бомб. А я непрестанно мучительно думал не о характерных чертах того или иного народа, а о характере времени. Мне не хочется загромождать эту книгу цитатами из самого себя, ссылаться на старые очерки или заметки, но если я начну рассказывать о своих впечатлениях от Западной Европы в 1928-1929 годах, я невольно изменю или пополню их опытом последующих десятилетий. Вот что я тогда писал о Германии. Один придумывает, как бы поэкономнее рассадить пассажиров в самолете. Другой изготавляет зажигалку, чтобы огонь вспыхивал пренебрежным движением. Я был у Максимилиана Гардена. Видимо, он не создан для изготовления усовершенствованных зажигалок. Мы говорили о русской революции, о берлинских улицах. Он сказал мне, я боюсь этой равномерности жизни, отсутствия непредвиденного. В уличных уборных Берлина надпись «Не позднее, чем через два часа после сношения с женщиной, поспеши на ближайший санитарный пункт». Берлин апостол американизма. Из зажигалки здесь предмета особого культа. Меня пригласил к себе автор романа Александр Плац Альфред Деблин. Его угнетает механическая цивилизация. Он говорил, что был в Польше, разговаривал с крестьянами и нашел в глухих деревнях больше человечности, чем в Германии. Я был в Дессау, где теперь помещается Баухаус, школа современного искусства. Стеклянный дом, найден стиль эпохи, культ сухого разума. Жилые дома вокруг, построенные в том же стиле, страшны. Они до того похожи один на другой, что дети ошибаются. Говорят, что новый стиль подходит для заводов, вокзалов, гаражей, крематориев, а стиль для жилых домов еще не найден. Вряд ли его найдут. Люди теперь живут на работе, а не у себя. В доме архитектора Гропиуса множество кнопок, рычагов, белье носится по трубам, как пневматическая почта, тарелки из кухни проползают в столовую. Все продумано вплоть до ведра. Все безукоризненно и невыразимо скучно. Думали ли мы, защищая кубизм, а потом конструктивизм, что одно десятилетие отделит философские кубы от вполне утилитарного ведра? В доме художника Кандинского ряд уступок к искусству. Новгородские иконы, пейзажи таможенника Руссо, Томик Лермонтова. Один из учеников мне сказал, Кандинский путаник и полуконсерватор. На вокзале в Штутгарте или в типографиях Лейпцига понимаешь, насколько здесь пришлась ко двору Америка. В Кельне на выставке я увидел архисовременную церковь с комфортом и кубическими витражами. Христос напоминает часть сложной машины. Вот об Англии. Презрение к Америке и американизация быта. Американские фильмы, американская архитектура, американские магазины. Хэмстед, длинные улицы, коттеджи, все дома как один. Англичане любят индивидуализм, однако эта идиллическая казарма их не смущает. В Лондоне непрестанно думаешь, откуда взялся этот огромный город на острове в стране от жизни среди сырости и хандры. Как властвовал и угнетал, как поколебался, дрогнул, заполнил шкафы мирными трактатами и занимательными романами, как он живет со старинными париками, с великодержавностью дипломатических нот, еще путает карты, блефует, но боится рассвета. Как познакомился с американскими колонизаторами, с континентальной смутой, с безработицей, с самоубийствами. Англичане завоеватели, мореплаватели, превосходные спортсмены, это не мешает им быть на редкость застенчивыми. Отсюда консерватизм, привязанность к шутовским церемониям. Они стоят сконфуженные перед молодой и наглой Америкой. Есть здесь нечто переходящее меру. Пикадилли и поплар, роскошь, выставленная на показ и неописуемая нищета района доков, шахты в Южном Уэллсе примитивно оборудованы, часто приключаются обвалы. Я видел в шахтах детей. Мне объяснили, что недавно запрещена работа до 14 лет. Этим уже пошел 15-й. До сих пор в школах применяются телесные наказания. Ад Давида Копперфильда, а Диккенса нет. Вот Скандинавия. Швеция пытается отстоять свой быт, свои привычки. Вся Европа старательно перенимает механические судороги нью-йоркского бизнесмена, шведы упираются. Вероятно, ненадолго. В Швеции всего 7 миллионов людей, остальной лес. Деревья вырубят, а людей перевоспитают. 68 градусов северной широты, три месяца в году ночь. Две горы, между ними город Керуна. Его еще строят, не успели даже окрестить улицы, адрес это номер дома. Горняки живут хорошо, среди них много коммунистов, в редакции газеты портрет Ленина, у шахтеров автомобили, а кругом тундра, роскошная церковь, золотые статуи, стиль модерн, изображают различные добродетели. В газете акции Лоа Саварра Кируна Варра в повышении. Один из крупных держателей акции Ивар Крейгер. Рест, крохотный остров, Лафатенские острова. В Норвегии король, он торгует маслом, в Ресте мэр, рыбак и социалист. Однако подлинные властители острова скупщики трески, им принадлежат дома, фабрики консервов, из отбросов варят клей, у скупщиков рыбы магазины. Они же местные банкиры, сдают рыбакам суда, страхуют. Вся жизнь острова подвластна им. Шоколадная фабрика Фрейя. Работницам делают маникюр. В заводской столовой живопись Мунка. Невообразимый грохот. Владельцы Фрейи платят мало, отказались признать профсоюз. Фукт говорил мне, что у Норвегии особый путь. Я ему ответил, что на необитаемом острове легко спасти свою душу, конечно, до первого американского парохода. Датские фермеры живут куда комфортабельнее парижских буржуа. На стенах старые крестьянские тарелки, они стали предметом украшения. Один фермер сказал мне, что зимой прочитал «Войну и мир». Интересная книжка. Помолчав, минуту спросил, а сколько могли заплатить вот такому толстому? Другой фермер заказал фрески «История его жизни». Сначала бедный домик его отца на севере Ютландии, первый собственный дом и, разумеется, свиньи. Дом жены приданая, свиней все больше и больше. Наконец, роскошная двухэтажная ферма, деревья, сон свиней. Художник Гансен, молодые поэты, скептический журналист Киркебилл, который пишет в Политикене. Много пьют, пытаются воскресить богему, жалуются, свиней не только больше, чем людей, свиньям лучше живется. Говорят, что Копенгаген быстро американизируется, дело не в причудах кучки снобов, а в состоянии умов. Стихов никто не читает, живопись, даже самая крайняя, рассматривается как мебель или как биржевые бумаги, все сведено к механике. Впрочем, хватит переписывать старые заметки. Теперь мне понятнее, что меня в те годы угнетало. Это было еще до мирового кризиса. Гитлер шумел в различных пивных, но почему-то люди верили в крепость Мюллера или Брюнинга, в магию плана Юнга, в то, что роман Ремарка на Западе без перемен показывает миролюбие рядовых немцев. Я видел, как отстраивали Реймс, Аррас, про войну начали забывать. Тридцатилетние относились к рассказам о Сомме или о Вердене как надоевшей всем древней истории. Помню, кто-то сказал, была еще Троянская война. Мир казался прочным. На самом деле он был иллюзорным. Города отстроили, но не жизнь. До 1914 года сохранялись известные понятия, нормы, идеи. Анатоль Франц с его скепсисом, с культом красоты, с чуть-холодным гуманизмом в 1909 году входил в пейзаж Парижа. В 1929 году Поль Валерии казался анахронизмом. Старое представление о добре и зле, о красоте и уродстве были разрушены, а создать новое не удалось. Влияние Америки обычно приписывают ее экономической мощи. Богатый и энергичный дядюшка наставляет непутевых обнищавших племянников. А тот американизм, который я отмечал повсюду, был связан не только с экономикой. После Первой мировой войны изменилась психика людей. Их увлекали дешевые аттракционы с Бродвея, самые глупые из американских кинокартин, детективные романы, усложнение техники шло в ногу с упрощением внутреннего мира человека. Все последующие события были подготовлены. Мало по малу исчезало сопротивление. Приближались темные годы, когда в разных странах попиралось человеческое достоинство, когда культ силы стал естественным, надвигалась эпоха национализма и расизма, пыток и диковинных процессов, упрощенных лозунгов и усовершенствованных концлагерей, портретов диктаторов и эпидемии доносов, роста первоклассного вооружения и накопления первобытной дикости. Послевоенные годы как-то незаметно обернулись в предвоенные. Я томился в роскошном кабинете редактора Франкфуртерцайтунг, который хотел напечатать в своей газете мои очерки о Германии. Редактор был круглым и благодушным. Рядом с ним сидел худой нервный человек с добрыми, но насмешливыми глазами. Неожиданно он сказал мне на дурном русском языке, скажите ему, запрещено резать и запросите больше, у них много денег. Так я познакомился с австрийским писателем Йозефом Ротом. Это было в 1927 году. Несколько лет спустя он стал известен широкому кругу читателей. Вот у кого была анкета, способная привести в восторг искателей космополитов. Отец его был австрийским чиновником, запойным пьяницей, мать русской еврейкой. Родился он в Галиции в пограничном поселке, считался немецким писателем, говорил всем, что он австрийец. Когда немцы проголосовали за Гинденбурга, сказал «все ясно», взял шляпу, палку и уехал в Париж. Жил он всегда в гостиницах, иногда хороших, а по большей части замызганных и вонючих. Не было у него мебели, не было и вещей. Старомодный кожаный чемодан был набит книгами, рукописями и ножами. Никого он не собирался зарезать, он обожал ножи. Франкфуртер Цайтунг его посылало в Москву. Он пробыл некоторое время в нашей стране, выделялся среди других инкоров, желанием понять чужую жизнь, искренностью, участием к нашим бедам, радостью, с которой описывал наши первые успехи. Потом газета посылала его как репортера в различные страны. Он писал путевые очерки, мучаясь над каждой строкой, ему было противно плохо писать. Ходил он быстро, всегда с палкой, но не опирался на нее, очертил ею что-то в воздухе. Он никогда не писал стихов, но все его книги удивительно поэтичны. Не той легкой поэтичностью, которая вкрапливается некоторыми прозаиками для украшения пустырей. Нет, рот был поэтичен в вязком, подробном, вполне реалистическом описании будней. Он все подмечал, никогда не уходил в себя, но его внутренний мир был настолько богат, что он мог многим поделиться со своими героями. Показывая грубые сцены пьянства, дебоша, унылую гарнизонную жизнь, он придавал людям человечность, не обвинял, да и не защищал их, может быть, жалел. Не забуду я тонкое, чуть печальной усмешки, которую часто видел на его лице. В 1932 году меня пленил его роман «Марш Родецкого». 30 лет спустя я его перечитал и подумал, что это один из лучших романов, написанных между двумя войнами. Это книга о конце Австро-Венгрии, о закате и общества, и людей. Сумерки империи Габсбургов сформировали и вдохновили многих писателей, писавших на различных языках. Когда империя рухнула, Италос Вево было 57 лет, Францу Кавке 35, а Роту всего 24 года. И все же, о чем бы Рот ни писал, он неизменно возвращался не только к быту, но и к душевному климату последних лет Австро-Венгрии. Писатели, стремившиеся найти новые формы для отображения развала общества между двумя войнами, расшатывали структуру романа. Таковы Улис Джойса, Процесс Кавки, Цено Италос Вево, Фальшивомонетчики Андрожида. Эти книги не похожи одна на другую, да и разного калибра, но все они чем-то напоминают живопись раннего кубизма, может быть желанием расчленить мир. Одновременно еще выходили прекрасные романы, написанные по старинке, романы о новой жизни, рассказанные так, как рассказывали писатели прошлого века, Семья Тибо, Дюгара, последние романы о форсайтах Голсорсе, Американская трагедия Драйзера. Марш Родецкого написан по-новому, но это роман, и при том крепко построенный. Если снова прибегнуть к сравнению с живописью, я припомню импрессионистов в романе Рота много света и воздуха. Меня поражала любовь Рота к людям. Но что может быть пошлее и глупее любовной связи молоденького никчемного офицера с легкомысленной женой жандармского вахмистра? А Рот сумел приподнять, осветить многое изнутри. И я вместе с его героем стою потрясенной у могилы вымышленной женщины, которой писатель сумел придать подлинность и лестность. Рот одно только делал сердцем. Писал. Франкфурт Терцайтунг отправил его в Париж как специального корреспондента. Он мог писать романы. Он любил Париж, и я увидел его радостным. Он пришел ко мне с молодой очень красивой женой. Я подумал, вот Рот и нашел счастье. Вскоре газета прислала в Париж нового корреспондента, и Рот лишился работы. Об этом новом корреспонденте следует сказать несколько слов. Его звали Зибургом. Он считался левым и называл себя другом почитателем Рота. Зибург написал книгу «Как бог во Франции». Это немецкая поговорка, относящаяся к хорошей жизни. Французы говорят «как петух в кесте», а русские «как сыр в масле». В этой книге Зибург расхваливал Францию. Я еще был в оккупированном Париже, когда туда вместе с Аббетсен приехал Зибург. Ему было поручено присматривать за французскими журналистами. У Рота не было денег, а здесь случилась катастрофа, его жена душевно заболела. Он долго не хотел с ней разлучаться, но болезнь обострилась, ее увезли в клинику. Я тогда слышал от некоторых общих знакомых «бедняга Рот спятил, сидит в кафе напротив гостиницы, пьет и молчит, стал приверженцем Габсбургов, словом, с ним плохо». Трудно всерьез говорить о политических воззрениях Рота. Были критики, увидевшие в марше Родецкого апофеоз лоскутной империи. А какой же это апофеоз? Это ее похороны? Рот показал тупых чиновников, духовно опустившихся офицеров, внешний блеск и нищету, расстрел забастовщиков в украинском поселке, контрабандистов, ростовщиков и надо всем этим выжившего из ума старика, окруженного ложью и боящегося слова правды, которого именуют императорским величеством и у которого течет из носу. Однажды Рот и со мной заговорил о Габсбургах, но вы все-таки должны признать, что Габсбурги лучше, чем Гитлер. Глаза Рота грустно усмехались. Все это было не политической программой, а воспоминаниями о далекой молодости. Он хорошо описывал печаль, старость, наивность подростков, вековые деревья, любовь к земле украинских крестьян, душевное спокойствие, бородатых евреев, смерть и жаворонков, лягушек, лучи солнца в летний день, пробивающиеся сквозь зеленые жалюзи. Настали ужасные годы. Гитлеровцы жгли книги. Эмигранты в Париже ссорились друг с другом. Рот жил в старой гостинице Файо на улице Турнон. Гостиницу решили снести. Все из нее уехали, только в верхнем этаже в маленькой комнате еще ютился Рот. Потом он перекочевал в скверную гостиницу на той же улице. В 1937 году я приехал из Испании на несколько дней в Париж. Шел по улице Турнон и увидел в кафе Рота. Он меня окликнул. Он плохо выглядел. Чувствовалось, что он живет через силу. Но, как всегда, был очень вежлив. Галстук аккуратно завязан бабочкой. Перед ним стояла гора блюдечек. Он говорил, связно, только руки дрожали. Спросил меня, как в Мадриде. Внимательно слушал. Потом сказал, я теперь всем завидую. Вы ведь знаете, что вам нужно делать. А я больше ничего не знаю. Слишком много крови, трусости, предательства. Он заказал еще рюмку. Я торопился, но он меня не отпускал. Ваши друзья меня ругают. Я написал роман об инспекторе Меры весов. Может быть, это и плохой роман. Я теперь часто думаю, да чего мы все не талантливы. Но я хочу вам сказать о другом. Мой инспектор жил плохо, растерялся, как я. В итоге он умирает. Перед смертью он бредит. Ему кажется, что он не инспектор, а лавочник. К нему приходит самый главный грозный инспектор, а у него весы неправильные. Обвешивал, обмеривал, надувал. Сейчас его уведут в ему. Он говорит инспектору, конечно, у меня гири легче, чем полагается, но у всех так, без этого в нашем городе не проживешь. Вы знаете, что ему ответил главный инспектор? Он сказал, что правильных весов нет. Ваши друзья говорят, что я хочу оправдать Шушника. А я думал о людях, таких как я. Вы скажете, зачем вы печатаете ваши романы? Хотя это и ни к чему. Он заказал еще рюмку, потом мы расстались. Больше я его не видел. Кончил жизнь самоубийством Эрнст Толлер. По улицам Праги шагали немецкие дивизии. Йозефа Рота тяжело больного увезли из его кафе в больницу. Ему было 45 лет, но он не мог больше жить. Друзьям передали рукописи и старую палку. С Паскиным меня познакомил Макорлан. Было это, кажется, в 1928 году. Мы обедали в маленьком ресторане на Монмартре. Я знал и любил рисунки Паскина и разглядывал его с откровенным любопытством. У него было лицо южанина, может быть, итальянца. Было надет чересчур корректно для художника. Темно-синий костюм, черные лакированные ботинки. Хотя к тому времени котелки почти исчезли, Паскин часто ходил в старомодном котелке. За обедом он молчал. Говорил Макорлан, говорил о минувшей войне, о гигантском росте городов, о том, как светится ночью площадь Пегаль, как бродят тени под черными мостами, и назывался это новой романтикой. Паскин сначала слушал, потом начал рисовать на меню Макорлана, меня, голых женщин, подали кофе, коньяк, он выпил в стаканчик, опьют у нас водку залпом, и вдруг оживился. Романтика? Здор! Несчастье! Зачем строить из дерьма художественные школы? На площади Пегаль сто борделей. Точка! Под мостами спят обыкновенные люди. Дай им кровати, они будут голосовать и ходить в воскресенье в церковь. Незачем одевать людей в костюмы, моды меняются, лучше их раздеть. Голый пупок говорит не больше, чем все платья. Романтика, а по-моему, попросту свинство. Он выпил еще стакан, и тогда я увидел другого Паскина, шумливого, беспокойного, который славился дебошами. Почему-то я вспомнил друга моей ранней молодости Модильяни, потом встречаясь с Паскиным, иногда серьезным, печальным, даже робким, иногда буйным, я понял, что не ошибся при первой встрече, чем-то он напоминал Модильяни. Может быть, внезапным переходом от замкнутости, молчаливости, от сосредоточенной работы к разгулу, может быть, страстью неизменно рисовать на клочках бумаги, может быть, тем, что оба были всегда окружены людьми и оба узнали всю меру одиночества. Паскин попал на Мон Парнас, когда драма была доиграна. Далеко от ротонды шли другие драмы. Он появился внезапно и слишком поздно, как заблудившаяся звезда. Ему бы сидеть с Моди, они друг друга поняли бы, а Паскин тогда был далеко, в Вене, в Мюнхене, в Нью-Йорке. Он прожил жизнь как бродяга. У него в Париже были различные знакомства. То он встречался с писателями, художниками, с Дереном, Вламенком, с Альмоном, Маккорланом, с сюрреалистами, то нырял в другой мир, пил с бродячими циркачами, с проститутками, с жуликами. Все знали, что он знаменитый художник, что его работы висят в музеях, а он рвал свои рисунки, рисовал и рвал. И мало кто знал, откуда он взялся, где провел сорок лет своей жизни, есть ли у него родина, дом, семья. Паскина звали Юлиус Пинкас, и родился он в Видении. Это маленький болгарский городок на Дунае. Он был сыном торговца, еврея Сефарда, как Модильяне. Предки Паскина когда-то жили в Гранаде и были выселены Фердинандом католиком в 1492 году. Это, следовательно, очень давняя история. Но вот когда в 1945 году я приехал в Софию и за ужином меня посадили рядом с бывшим партизаном, не знавшим русского языка, вдруг выяснилось, что мы можем объясниться по-испански. Партизан был Сефардом. В детстве Паскин дома говорил по-испански, а во дворе с ребятишками по-болгарски. Недавно я получил из Болгарии письмо от школьного товарища Паскина. Он мне прислал фотографию дома, где учился маленький Пинкас. Паскин уехал в Вену учиться живописи. В Мюнхене рисовал для симплициссимуса, добрался до Америки, узнал нужду. Потом на него посыпались деньги. Он их тратил мгновенно, раздавал случайным собутыльникам, устраивал нелепые кутежи, одаривал натурщиц. Он как бы не верил своей славе, не доверял о себе, часто сердито говорил о своих работах. Как-то он позвал меня. Будут друзья. Еще не дойдя до его дома, я услышал врывавшийся сквозь окна рев. Друзей оказалось слишком много. Даже на лестнице стояли люди со стаканами. Гости сидели или лежали на рисунках. Звенела румба. Это был воистину бал на площади. Помню ту же мастерскую на бульваре Клеши в обычный день. Диваны и пуфы пыльные, тусклые. На них Паскин сажал натурщиц. Беспорядок, пустые бутылки, засохшие цветы, книги, дамские перчатки, засохшие палитры. А на Мольберте начатый холст. Две голые женщины. Краски у Паскина были всегда приглушенными. Казалось, что недописанный холст уже пажух. На чем основывалось распространенное представление о чувственности об эротике Паскина? Может быть, поражало, что он всегда рисует или пишет женское тело? Может быть, сбивал с толку образ жизни Паскина? Он неожиданно появлялся, окрушенный дюжиной женщин? А был он романтиком, влюблялся по старинке, безоружный, беззащитный перед предметом любви? И если задуматься над его рисунками, они говорят не о сладострасти, а скорее об отчаянии. Все эти коротконогие пухлые девушки с обиженными глазами похожи на поломанные куклы, на странный кукольный госпиталь, который я видел в Неаполе. Удивительно, он все время был в гуще художественных споров, школ, направлений, и как будто ничего не заметил, ни голубого всадника, ни кубизма, ни шумливых сюрреалистов. Прочитав в журнале статью, где его называли «вожаком парижской школы», и где указывали, что парижская школа создана ни парижанами, ни французами, Паскин смеялся и предлагал критикам создать новое направление пента-ортоксенофагизм, пятикратное прямое пожирание иностранцев. Я сидел над книгами об экономике, а вечером шел в бар Куполь, часто туда приходил Паскин, он все больше и больше мрачнел. Говорили о неурядицах в его личной жизни, пил он много, но вдруг замыкался в мастерской и отчаянно работал. Он знал, что мне нравятся его вещи, и однажды ночью сказал «Мне нужно с вами поговорить, мы должны вместе сделать книгу, вы будете писать мне письма, а я буду отвечать рисунками. Я не умею отвечать, как вы, едкими фразами, я не писатель. Это будет замечательная книга. Мы скажем всю правду, откровенно, без прикрас. Почему я должен делать иллюстрации к чужим книгам? Это глупо. Я сделал иллюстрации к рассказам Поля Морана, они меня не интересуют. Я иллюстрировал Библию. Зачем? Я не знаком с Торицей Савской. Вы мне будете писать о чем хотите, а я вам буду отвечать. Знаете, почему мы должны с вами сделать книгу? Это будет книга о людях. Теперь говорят о чем угодно, а о людях забыли. Только не откладывайте, потом будет поздно. Я согласился, но все откладывал, откладывал, хотел дописать роман о Крейгере. Было это в начале 1930-го года. В яркое весеннее утро я развернул газету, короткая телеграмма, поэт Маяковский покончил жизнь самоубийством. Мы тогда еще не были приучены к потерям, и я обмер. Я не спрашивал себя, почему, не гадал, просто видел перед собой огромного живого Владимира Владимировича и не мог представить, что его больше нет. Кажется, недели две спустя, точно не помню, я увидел в куполе Паскина. Он что-то кричал, потом заметил меня, сразу притих, молча поздоровался, ни о чем не спросил. Мне рассказывали, что он много работает, готовится к большой выставке. Прошло еще несколько недель, и вечером в куполь вбежал Фатинский, едва выговорил Паскин, никто не знал, на четвертый день взломали дверь. Паскин, как Есенин, пробовал разрезать жилу бритвой. Он тоже написал кровью, не на бумаге на стене, прощай, Люси. А потом, как Есенин, повесился. На столе лежало аккуратно написанное завещание. Паскин покончил с собой в тот самый день, когда должно было состояться открытие его выставки. Хоронили его далеко, на кладбище Сен-Уэн. За гробом шли знаменитые художники, писатели, натурщицы, бродячие музыканты, проститутки, нищие. Потом гуськом мы проходили мимо могилы, и каждый кидал на гроб ослепительный летний цветок. И снова я не мог себе представить, что больше не будет ни печального человека в запущенной мастерской, ни серо-розоватых обиженных женщин на недописанном холсте, ни криков куполя, ни котелка, ни нашей книги, только холодные залы музеев. Осенью 1945 года я был в Бухаресте. Портье сказал, что меня хочет видеть господин Пинкас. Я вспомнил, что у Пушкина был богатый брат, осевший в Румынии. Братья не встречались, кажется, и не переписывались. Господин Пинкас приехал ко мне в экипаже, запряженном двумя лошадками, и повез в ресторан капша. Это было переходное время. Во дворце еще сидел король Михай, в ресторане капша еще хранились для старых посетителей пыльные бутылки котнара, господин Пинкас еще мог выезжать в своем экипаже. Он рассказал мне историю своей жизни. Я думал, что мой брат сумасшедший, он занялся искусством и потом повесился. А я был богат. Жалко, что я не могу вам показать, какие деревья, какие птицы были в моем парке. Я женился на румынской аристократке. И вот настал фашизм. Я хотел спасти мое добро и переписал все на имя моей жены. Она была не только чистой арийкой, но и с громкой боярской семьи. Стоило ей получить все бумаги, как она меня сразу бросила. У меня больше нет денег. Есть квартира, мебель, экипаж, я знаю, что скоро отберут и это. Вчера меня хотели уничтожить, как евреи, и завтра начнут уничтожать, как эксплуататора. Да, теперь я вижу, что брат был куда умнее. Я читал во французской газете, что его рисунки продают на аукционах. Он карандашом делал настоящие деньги, а у меня оказалась фальшивая монета. Потом он сумел вовремя повеситься. Нет, сумасшедший это я. Пинка знал, что я был другом Пускина. Он вспомнил далекое детство, расчувствовался и подарил мне два рисунка своего брата. У меня довольно много его вещей, торговать ими я не собираюсь. Я хочу их отдать в Болгарский музей. Рассказ о двух братьях звучит как назидательная притча для деловых подростков. А я сейчас думаю о другом. Почему среди моих знакомых, среди моих друзей, писателей, художников столько добровольно распрощались с жизнью? Разными они были и жили в разных мирах. Несхожие судьбы, нельзя сопоставить ни глубоких причин, приведших к развязке, ни непосредственного повода. У каждого была своя капля, которая под осужим домыслом переполняет чашу. И все же в чем разгадка? Я не хочу сейчас перечислять всех. Слишком это тяжело. Паскин в последние годы не знал нужды. К нему на поклон приходили критики, торговцы картинами, издатели. Он покончил жизнь самоубийством 45 лет. Мог бы жить и жить. Вероятно, на отсутствие силы сопротивления сказались прошлые невзгоды и обиды. Дело, однако, не только в этом. Когда-то Пастернак говорил, что строки с кровью убивают. Вряд ли он думал при этом о фатальной расплате подлинных художников, просто чувствовал на себе, что поэзия дается нелегко. Без обостренной чувствительности не может быть художника, даже если он состоит в десяти союзах или ассоциациях. Для того, чтобы привычные слова волновали, чтобы ожил холст или камень, нужны дыхание, страсть, и художник сгорает быстрее. Он живет за двоих, ведь помимо творчества есть у него своя кудлатая запутанная жизнь, как у всех людей, право не меньше. Существует юридическое понятие вредное производство. Рабочим занятым трудом вредным для здоровья выдают специальную одежду, молоко, сокращают рабочий день. Искусство тоже вредное производство, но поэтов или художников никто не пытается оградить, часто забывают, что по самому характеру профессии царапина для них может оказаться смертельной. А потом идешь в длинной веренице мимо могилы и бросаешь цветок. 1931 год был в Париже невеселым. Экономический кризис ширился, разорялись лавочники, закрывались цехи заводов. Начали шуметь разные фашистские организации, боевые кресты, патриотическая молодежь, французская солидарность. Во главе правительства стоял хитрый оверняк Пьер Лаваль. Министр колонии Поле Рейно разъезжал по заморским вотчинам и в кино показывали, как он пьет чай во дворце Аннамского императора. Среди журналистов, сопровождавших Поле Рейно, была левая писательница Андреа Виолис. Она осталась в Индокитае после отбытия министра, а потом написала книгу, которая потрясла совесть французской интеллигенции «Индокитай-Сос» с предисловием Андре Малеро. Состоялись президентские выборы. Бриана провалили, он был чересчур видной фигурой. Парламентарии предпочли мало кому известного Думера. Торжественно похоронили маршала Жофра и газеты вспомнили про победу на Марне. Впрочем, куда больше места газеты уделяли свежей победе. На состязании самых красивых девушек звание «Мисс Европы» было присвоено француженке. Германия продолжала вооружаться. Парижане восхищались кинозвездой Марлен Дитрих. Роялисты, собравшись на площади Конкорд, приветствовали короля Альфонса XIII, которого испанцы выгнали из Испании. В связи с безработицей участились самоубийства. Открылась международная колониальная выставка. Венсенский лес был переполнен посетителями. Построили пагоды, дворцы, бутафорские деревни. Негры должны были на виду всех работать, есть, спать. Женщины кормили грудью детишек. Зеваки толпились вокруг, как в зоопарке. Голландский павильон поразил меня деловой откровенностью. На стенах были диаграммы, индонезийцы работали, а деньги текли в окошко сберегательной кассы, над которым значилось Нидерланды. Другая карта показывала, как колонизаторы держат в повиновении Индонезию. Красные лампочки означали военные посты, зеленые полицейские. Французы хвастали Индокитаем, Тунисом, Марокко, Сенегалом. Я написал статью, предлагая устроить бутафорский белый город, в котором европейцы жили бы натуральной жизнью. Парламент, депутат произносит пылкую речь, биржа, рев маклеров, салон красоты, дами массируют зад, бордель, посетитель на четвереньках лает, академия, бессмертные в опереточных мундирах приветствуют друг друга. Я говорил, что такой деревне обеспечен успех в Азии и в Африке и кончал статью довольно здравой мыслью о близком конце колониальных империй. Потом я узнал, что за эту статью меня собирались выслать из Франции. А я, не подозревая о гневе властей, спокойно бродил с фотоаппаратом Лейка по улицам Парижа, снимал дома, уличные сцены, людей. Это было подлинной страстью. Я не люблю ни живописи, похожие на цветные фотографии, ни фотоснимков, пытающихся сойти за художественные произведения. Все это, мне кажется, суррогатами, шарлатанством. Почему же я увлекся фотографией? Я говорил в начале этой книги, что в наше время стали редкими дневники, откровенные содержательные письма. может быть, именно поэтому читатели набрасываются на человеческие документы, на дневник Анны Франк, на тетрадки кашинской школьницы Инны Константиновой, ставшей партизанкой, на предсмертные письма французских заложников. Я помню слова Бабеля, самое интересное из всего, что я читал, это чужие письма. Художник изучает свою модель, ищет не обманчивого внешнего сходства, а раскрытие в портрете сущности модели. Когда человек позирует, с его лица постепенно исчезают меняющиеся оттенки, лицо лишается того, что мы обычно называем выражением. Не раз ночью в последних поездах метро я разглядывал лица усталых людей, в них не было ничего приходящего, выступали характерные черты. Другое дело фотографии, она ценно неглубоким раскрытием сущности, о тем, что предательски подмечает беглое выражение, позу, жест. Живопись статична, а фотография говорит о минуте, о моменте, на то она и моментальная. Человек, которого фотографирует, однако не похож на себя. Заметив наведенный на него объектив, он тотчас меняется. Это делает столь неправдоподобными молодоженов в витрине провинциального фотографа. В снимках, где люди стараются прибрать свое лицо, как прибирают для гостей комнату, нет ни постоянного характера модели, ни достоверности минуты. Я люблю воспоминания Горького. В них много подсмотренного тайком. Можно ли забыть, как Чехов старался шляпой поймать солнечный зайчик на скамейке. Ясно, что если бы Антон Павлович заметил Горького, он тотчас прекратил бы игру. Фотографии, которые меня увлекали, были человеческими документами. И не будь на свете бокового видоискателя, я не стал бы бродить с аппаратом по улицам парижских окраин. Боковой видоискатель построен по принципу перископа. Люди не догадывались, что я их снимаю. Порой они удивлялись, почему меня заинтересовала голая стена или пустая скамейка. Я ведь никогда не поворачивался лицом к тем, кого снимал. Конечно, строгий моралист может меня осудить, но таково ремесло писателя. Мы только и делаем, что стараемся заглянуть в щелку чужой жизни. У меня не было амбиции фоторепортера. В книге «Мой Париж», где собраны сделанные мной фотографии, нет ни одной актуальной. Дату выдает только огромное воззвание на стене друг народа. 17 лет после агрессии великое покаяние победителям дважды обкраденным в ответ на предложение Гувера мы выдвигаем наш пятилетний план. Это воззвание было подписано парфюмером Коти, издававшим фашистскую газету «Друг народа». Туристов возят на Елисейские поля, на площадь оперы, на большие бульвары. Я туда не ходил с моей лейкой, а фотографировал рабочие районы Бельвиль, Менельмонтан, Итали, Вожерар, тот Париж, который полюбил в ранней молодости. Он печален, порой трагичен и всегда лиричен. Старые дома, старухи на скамейках вяжут, рядом с ними целуются влюбленные, уличные писсуары, продавщицы цветов, рабочие рестораны, мамаши с детьми, художники, неудачливые консьержки, бродяги, сумасшедшие, рыболовы, букинисты, каменщики, мечтатели. Десять лет спустя я написал роман «Падение Парижа». В нем вдоволь горечи и любви. А вот, что я писал в 1931 году. Я не думаю, что Париж несчастнее других городов. Я даже склонен думать, что он их счастливее. Сколько голодных в Берлине, сколько бездомных в сыром темном Лондоне. Но Париж я люблю за его несчастье. Оно стоит иного благополучия. Мой Париж заполнен серыми, склизкими домами. В них винтовые лестницы и каутун непонятных страстей. Люди здесь любят неуютно и заведомо ложно, как герой Росина. Они умеют смеяться ничуть не хуже старика Вольтера. Они мочатся где попало, с нескрываемым удовлетворением. У них иммунитет после четырех революций четырехсот любвей. Я люблю Париж за то, что в нем все выдумано. Можно стать гением, никто не поможет, никто не возмутится, никто не будет чересчур изумлен. Можно и умереть с голоду. Это частное дело. Разрешается кидать окурки на пол, сидеть повсюду в шляпе, ругать президента республики и целоваться где вздумается. Это не параграфы Конституции, а нравы театральной труппы. Сколько раз здесь уже прошла человеческая комедия, и она неизменно идет с аншлагом. Все выдумано в этом городе, все кроме улыбки. У Парижа странная улыбка, едва заметная, улыбка невзначай. Бедняк стпит на скамье. Вот он проснулся, подбирает окурок, затягивается и улыбается. Ради такой улыбки стоит исходить сотни городов. Серые парижские дома умеют улыбаться столь же неожиданно. За эту улыбку я и люблю Париж. Все в нем выдумано, кроме выдумки. Выдумка здесь понята и оправдана. Парижане живут на улице, и это облегчало мою работу. Я снимал влюбленных, людей, которые сплетничают, мечтают, ссорятся, пишут письма, танцуют, падают на мостовую замертво. В те годы на улицах спали безработные, и я заснял многих из них. Вот лежит один на скамейке, перед ним две вывески, бюро похоронных процессий и свадебные кареты. Иллюстрированный еженедельник Вилл напечатал страницу моих фотографий консьержек. Нужно сказать, что многие из консьержек отличаются крутым нравом. Я снял одну на пороге дома, готовую шваброй отразить атаку. Эта женщина разгневалась, требовала в редакции, чтобы ей сообщили мой адрес, хотела пустить швабру в ход. Должен сказать, что не все консьержки таковы. После того, как перевели на французский язык отрывки из первой части этой книги, я получил письмо от мужа консьержки этого дома на улице Котантен, где я прожил много лет. Он писал, что читает журнал бак. Альбом моих фотографий с написанным мной текстом был издан в Москве. Эль Лисицкий сделал обложку и фотомонтаж. Я снимаю с помощью бокового видоискателя, причем у меня четыре руки, две держат фотоаппарат, другие две стучат на пишущие машинки. Редактором книги был Малкин, тот самый, которому Маяковский писал, когда, убоясь футуристической рыси, в колеса вставляли палки нам, «Спаси нас, отче Борисе!» и враги расточались перед бешеным Малкиным. Я неожиданно очутился среди левых начала двадцатых годов. Лейку я вскоре забросил. Не было на нее времени. Во время странной войны ко мне пришел инспектор Сюрте и сказал «У вас приспособление для сигнализации вражеским самолетом». Он направился в угол, где стоял покрытый пылью обыкновенный аппарат для увеличения фотографий и долго его рассматривал. Я рассказал о книге «Мой Париж», конечно, не потому, что считаю себя хорошим фотографом, да и не из-за желания поделиться с читателями сплетнями о самом себе. Когда я смотрю на сделанные мной тридцать лет назад фотографии, я думаю о моем ремесле, о литературе. Конечно, моя книга фотографий узка. «Это не весь Париж, это только мой Париж того времени. Парижей множество, щелкать затвором легче, чем писать, и я мог бы снимать все, что мне попадалось на глаза, но снимал я только то, что выражало мои мысли и чувства. Я фотографировал не чужой мне город и не пытался выдать наблюдение туриста за реальную жизнь. Я знал на зубок улицы, скамейки, людей, которых снимал». Заславский писал «Книга Оренбурга разоблачает Париж, но она разоблачает и самого Оренбурга. Оренбурга привлекают за дворки. Боковой видоискатель оказал плохую услугу Оренбургу. Он снимает действительно только то, что в стороне». Некоторые французы, в свою очередь разглядывая фотографии, говорили, что я тенденциозен. Я им отвечал, что имеется множество книг, показывающих другой Париж и сделанных опытными профессионалами. Я думаю, что все сказанное относится не только к фотографии, но и к литературе, не только к Парижу, но и к другим городам. Мне это кажется очевидным, но вот я пишу уже полвека и слышу все тоже «Не то снимаете товарищ, повернитесь-ка налево, там достойная модель с добротной, твердозаученной улыбкой». Осенью 1931 года в моей жизни произошло важное событие. Я увидел впервые Испанию. Поездка в эту страну была для меня не одним из многочисленных путешествий, но открытием. она помогла мне много понять и на многое решиться. Испания давно притягивала меня к себе. Как часто бывает, я начал ее понимать через искусство. В музеях различных городов я долго простаивал перед холстами Веласкеса, Сурбарана, Эль-Греко, Гойи. В годы Первой мировой войны я научился читать по-испански, переводил отрывки из Романцеро, из поэм Гонсало де Барсео, протоиерея Ицкого Хуана Руиса, Хорхе, Монрике, Кеведо. В произведениях этих, не похожих одно на другое, меня привлекали некоторые общие черты, присущие национальному гению Испании. Их можно найти и в Дон Кихоте, и в драмах Кальдерона, и в живописи. Жестокий реализм, неизменная ирония, суровость камней Кастилии или Арагона и одновременно сухой зной человеческого тела, приподнятость без пафоса, мысль без риторики, красота в уродстве, да и уродство красоты. Конечно, поскольку я с годами менялся, менялось и мое восприятие поэта-вели художников. Когда мне было 20 лет, я воспринимал холсты Эль-Грека как откровение. Объясняется это не только близостью Грека к живописи начала нашего века, но и его неистовством, изумительным выражением человеческих страданий, взлета и бессилия. Я тогда зачитывался Достоевским. Странная судьба Грека. Он родился на Крите, где, скованной догмами Византии, жила страсть обобранной и приниженной Эллады. Ему было 36 лет, когда он приехал в Испанию. Там он нашел себя. Критянин выразил одну из существенных черт испанского характера. В 40 лет я к нему охладел, его удлиненные святые и мученики начали мне казаться изнеженными, манерными, а жестокая пестрота красок отталкивала. Осенью 1936 года, очутившись снова в Толедо во время уличных боев, я захотел проверить свои впечатления и попросил одного из дружинников провести меня в церковь, где хранится картина похороны графа Оргаса. Церковь оказалась запечатанной, но дружинник меня впустил, потом запер меня и сказал, что вернется через три часа. Тогда-то я понял, почему я разлюбил грека. Слишком много было вокруг подлинной человеческой беды. Учась, мы одновременно разучиваемся, и я разучился понимать живопись грека. Некоторые страницы Достоевского, потрясавшие меня в молодости, кажутся мне теперь аффектированными. Все это, разумеется, относится к моей биографии, а не к истории искусства или литературы. Я знаю, что и грека, и Достоевский величайшие художники. Но, видимо, они лучше воспринимаются в эпохе внешнего спокойствия, когда люди ищут в искусстве иступления чрезмерности. Гойю, напротив, я полюбил в зрелом возрасте, и опять-таки, вероятно, этому способствовала эпоха. Когда-то он мне оказался фантастом, творцом неправдоподобного, живописным Эдгаром По. Жизнь, однако, опрокидывала наивные представления о границах возможного, и я вдруг понял, что Гоя прежде всего реалист. Я убежден, что короли, королевы, графы, герцогини были именно такими, какими он их изобразил. Его видение войны меня потрясает, хотя я видел войны куда более страшные, чем наполеоновские, ведь Гою интересовали не мундиры, не знамена, не полководцы, а оскал, судорога, безумие. Изобразив расстрел испанских повстанцев солдатами Наполеона он передал не только всю меру человеческого страдания, но и гнев художника. Он назвал свои кошмары капризами, но его призраки и по сей день гуляют, убивают, едят, отрыгивают, загромождают землю. Он не боялся показаться тенденциозным, но никогда он не упрощал, да и не суживал мира. Я часто вспоминаю его диптих, находящийся в музее Лилля. Молодая красотка читает письмо своего поклонника, которое ей передала служанка, и вот пятьдесят лет спустя две старухи, а над ними смерть с метлой, готовая просто по деловому вымести человеческий ссор. Гоя часто думал о смерти, и его картины перекликаются со стихами поэта пятнадцатого века Хорхеа Манрике, написанными после кончина отца. Наша жизнь — это реки, а смерть — это море. Берет она столько рек, туда уходит навеки наша радость и горе, все, чем жил человек. И так столько пешек передвинув на шахматном поле и страсть утоля, и так низвергнул столько властелинов, сражаясь по доброй воле за короля. И так изведав различные испытания, которых перечислить нет силы теперь, он, заперся в своем замке Оканье, и смерть постучала в дверь. Как здесь не вспомнить старушку Твардовского, которая вошла без пропуска в Кремль? Часто говорят об объединенности Испании, о ее обособленности, а между тем испанский гений при всем его своеобразии неизменно подходил к тем вопросам, которые терзают людей, где бы они ни жили. Сколько писали, доказывали, что Дон Кихот — едкая сатира на давно забытый литературный жанр. Но вот прошли века, и на злосчастном Рассенанте рыцарь печального образа легче объезжает мир, чем герои, которые уже в пеленках летали на реактивных самолетах. Роман Сервантеса известен всем, но мало кто знает о Хуане Руисе, про Таиреи из Иты. Это поразительный поэт. Он жил за сто лет до Франсуа Вийона и выразил всю сложность, всю раздвоенность предстоящего долгого дня. Трудно в точности определить, где он кощунствует и где исповедуется, где издевается и где плачет горькими слезами. Он все описывает откровенно, все называет своим именем, и одновременно у него неизменно второй план, четвертое измерение, поэзия. Именно в этом я вижу особенность испанского реализма, да и самого характера Испании. Я начал, может быть, с конца, но теперь мне будет легче объяснить, какую роль сыграла Испания в моей жизни. Альфонса 13-го прогнали в апреле 1931-го года, а мы получили визы только осенью. Консулу не нравились ни советские паспорта, ни мои книги. Власти не знали, как с нами быть, угостить стаканчиком мансонильи или посадить в каталажку. Министры были новичками, а полицейские могли похвастать трудовым стажем. Республиканцы все переименовывали, учреждения, улицы, гостиницы, но люди, служившие королю, оставались на своих постах. В Мадриде на вокзале нас задержали и повели в участок, долго изучали наш несложный багаж, искали бомбы, револьверы, листовки. Потом нас неизменно сопровождали полицейские. Время от времени они забывали про конспирацию и вынимали из карманов бляхи, свидетельствовавшие об их служебном положении. Заместитель министра внутренних дел меня любезно принял, поулыбался и попросил представить ему список городов, которые мы намерены посетить. Когда мы приезжали в какой-либо город, нас на вокзале ждали полицейские и представители левой интеллигенции. Последние узнавали о моем приезде от полицейских, жаждавших поделиться сенсацией. Я ведь был первым советским гражданином, который приехал в Бодохоз, Самору или Сан-Фернандо. Я набрал в Мадриде сотни рекомендательных писем, чтобы сразу найти в любом городе собеседников. Письма мне давали испанские писатели, издатель моих книг коммунист Россес, радикальные журналисты, депутаты, случайные знакомые. Я приехал в захолустный городок Эстремадуры Касерес и разослал несколько рекомендательных писем. Вскоре хозяйка гостиницы сказала, что ко мне пришли. Я увидел двух элегантных бездельников, похожих на провинциальных адвокатов. Почему-то больше всего писем было к адвокатам. Протянул им руку. Они растерялись и вытащили из карманов бляхи. Мы полиция. Произошел смешной разговор. Полицейские со страхом спросили меня, не собираюсь ли я навсегда поселиться в Касересе. И узнав, что я через два или три дня уеду, расстрогались, долго меня благодарили. Революции почти всегда начинаются идиллически. Люди поют, митингуют, огневают друг друга. Я приехал, когда эпоха Лабиза не кончилась. Каждый день гражданская гвардия стреляла в нарушителей порядка. Вспыхивали забастовки. Когда я был в Бадахосе, там стреляли. Стреляли в Мадриде, разгоняли демонстрацию. В Севилье я увидел губернатора, который говорил, пора дать отпор рабочим. Я был на заседании кортестов. Выступал Мигель Унамуна. Он красиво говорил о душе народа, о справедливости. В тот самый день в Эвстром Адуре гвардейцы застрелили бедняка, осмелившегося подобрать желуди с земли беглого маркиза. В Мадриде, в Малаге, чернели сожженные весной монастыри и церкви. Люди мстили за гнет, за оброки и требы, за злую духоту исповедален, за разбитую жизнь, за туман века простоявший над страной. Нигде католическая церковь не была такой всесильной и такой свирепой. С собой Малаги женщины ползали по плитам, вымаливая прощение, а усколиться монах с черными злыми глазами твердил о близком возмездии. Католические газеты расписывали чудеса. Богоматерь появлялась почти так же часто, как гвардейцы и неизменно осуждала республику. Я побывал в горном районе Лас-Урдес. Там жили люди отрезанные от мира и никогда в жизни не евшие досыта. Молодые матери походили на десятилетних девочек, тридцатилетней надряхлых старух. Трудно было себе представить, что в ста километрах богатые бездельники причмокивают, разглядывая красоток саламанки. В школьной тетрадке я увидел диктовку «Наш благодетель король», а на следующей странице «Наша благодетельница республика трудящихся». Испания официально именовалась республикой трудящихся всех классов. Это название было придумано не лумаристом, а вполне серьезными депутатами кортесов. Трудящиеся различных классов трудились по-разному. Я проезжал по огромным поместьям в Эстромадуре, в Андаузии. Земля по большей части оставалась невозделанной. Аристократы жили в Мадриде, в Париже или в Биоридце. Управляющие нанимали ботяков. В договоре значилось, что рабочие должны трудиться от зари до зари. Буржуазия была ленивой, жила в потопной фабрике. Молодые щеголи в блистательных ботинках не знали, что им делать. Ходовым выражением было «убить время». Республика мало что изменила. Голодные продолжали голодать, богачи глупо по-провинциальному роскошествовали. Я разговаривал с андалузскими батраками, которые не вырабатывали в год и одной тысячи песет. Трудящийся герцог Орначуэлос обладал шестидесяти тысячами гектаров. Он любил охоту и приезжал в свою отчину на одну неделю. В Мурсии жил некто Сьерва. Ему принадлежала земля, оцениваемая в 25 миллионов песет. Он занимался политикой и расстреливал забастовщиков. После революции он отбыл за границу, оставив на посту управляющего, который продолжал собирать деньги за аренду. Все были объявлены трудящимися, держатели акций, феодалы, монахи, сутенеры. Я поехал с доктором из Саморы, добрым и справедливым человеком, в Глушь, в Станабрию. Мы доехали до озера, дальше дороги не было, нужно было ехать на ослах. Маленькая деревня с длинным именем Сан-Мартин де Кастаньеда поразила меня редкой даже в Испании нищетой. Среди лачуг мы увидели развалины монастыря. Когда-то крестьяне платили монахам оброк, форо. Монахи давно перекочевали в более удобные места, а крестьяне продолжали выплачивать 2500 песет трудящемуся бездельнику адвокату Хосе Сан-Рамон де Бобилья, прадед которого перекупил у монахов право обирать крестьян. Потом мы направились в другую деревню, Реводелагу. Ее жители не платили форо, но земли у них не было. Они уйтились в курных избах и ели горох. Деревня стояла на берегу озера, изобилующего форелями. Озеро принадлежало богатой мадридской домовладелице и управляющий зорко следил, чтобы голодные крестьяне не похитили рыбешки. Одна крестьянка с горечью сказала доктору, что же Дон Франциско Республика сюда еще не доехала? После моей поездки в Испанию я написал книгу о том, что увидел. Еще до выхода этой книги в Москве ее издали в Мадриде под названием Испания Республика Трудящихся. Доктор из Саморы поехал с моей книгой в Реводелага и прочитал крестьянам главу, где я рассказывал о голоде, об озере, о мадридской даме. Крестьяне на следующий день окружили дом управляющего и потребовали, чтобы он тотчас отказался от прав на рыбу. Пошли телеграммы в Мадрид и перепуганная домовладелица уступила. Крестьяне прислали мне благодарственное письмо, приглашали в Реводелага, обещали накормить форелями. К чему скрывать? Это письмо меня обрадовало, ведь очень редко писатель видит, что его книга что-то на свете изменила. Обычно книги меняют людей, а это процесс долгий и незаметный. Здесь же я понял, что помог крестьянам Реводелага уничтожить вековую несправедливость. Пусть мое участие в этом деле и было случайным, пусть деревня маленькая, да и победа была недолгой, вряд ли фашисты оставили форель бунтовщикам, все равно я порой вспоминаю эту историю и радуюсь. Гражданская гвардия продолжала стрелять, депутаты продолжали произносить красивые речи, народ был безоружен, социалисты колебались, анархисты швыряли бомбы. В маленькой андалузской деревне я присутствовал при жарком споре учителя с мэром. Учитель был за третий интернационал, мэр за второй. Вдруг в спор вмешался батрак, я за первый интернационал, за товарища Мигеля Бакунина. В крохотной газете, которую издавали батраки Хереса, я прочитал, что испанцы должны вдохновляться принципами Кропоткина. В Барселоне я познакомился с руководителем ФАИ, Федерации Анархиста Риберии, Дорути. Мы сидели в кафе. Дорути показал мне револьвер, ручные гранаты. Не боитесь? Я ведь живым не сдамся. Его суждения были вдоволь фантастическими, но он меня сразу принял мужеством, чистотой, душевным благородством. Я не знал тогда, что пять лет спустя на Арагонском фронте он наведет на меня свой револьвер, сейчас я тебя застрелю, и что в итоге мы подружимся. Я тогда еще многого не знал, но одно было ясно. Это первый акт трагедии, за ним неизбежно должны последовать и другие. Помню, в Мадриде мне показали сердитого военного. Вот Санхурхо. Конечно, я не мог предвидеть, что он вместе с Франко и Мола пять лет спустя зальет Испанию кровью, но в 1931 году я писал, командующий гражданской гвардией генерал Санхурхо работает молча, 48 тысяч гвардейцев время от времени постреливают, они готовятся к всеобщему и массовому расстрелу. Говоря об осени 1931 года, о фарсе и о трагедии я еще не сказал о самом главном, о народе. В этой книге я порой пытаюсь показать людей, которых я встретил на своем пути, пытаясь это сделать с любовью, с верностью, быть не бесстрастным летописцем, а человеком, вспоминающим друзей, которых больше нет в живых. Рассказываю я о людях, читателям более или менее известных, о писателях, художниках, общественных деятелях. Есть, конечно, в моем сердце и другие дорогие мне образы, их знают только близкие, я не могу подкрепить мои признания ссылками на книги или на полотна. Об Испании мне хотелось бы рассказать как о близком, дорогом мне человеке. Годы гражданской войны я провел в Испании и тогда по-настоящему узнал ее народ, но полюбил я его сразу в 1931 году. Пабло Меруда назвал одну из своих книг «Испания в сердце». Эти слова не хочется повторить. Испания действительно в моем сердце. И не случайно, ни на время, ни гостья, освященная бенгальским огнем исторических событий, ни квартирантка, окруженная фотографами и репортерами, нет, своя, близкая и в громкие годы и в немые, запретная, скованная, теперь я вправе это сказать сердце до самой смерти. Я писал в 1931 году «У меня скрипучее перо и скверный характер. Я привык говорить о тех призраках, равно гнусных и жалких, которые правят нашим миром, о вымышленных Крейгерах и живых Ольсенах. Я хорошо знаю бедность, приниженную и завистливую, но нет у меня слов, чтобы, как следует, рассказать о благородной нищете Испании, о крестьянах в Санабрии и о батраках Кордово или Хереса, о рабочих Сан-Фернандо или Сагунто, о бедняках, которые на юге поют заунывные фламенко, а в Каталоне танцуют Фердану, о тех, что безоружно идут против гражданской гвардии, о тех, что сидят сейчас в тюрьмах республики, о тех, что борются и о тех, что улыбаются, о народе суровом, храбром и нежном. Испания это не Кармен и не Тореадоры, не король Альфонс и не дипломатия Лероса, не романы Бласко и Баньеса, не все то, что вывозится за границу вместе с аргентинскими сутенерами и Малагой из Перпиньяна. Нет, Испания это 20 миллионов рваных Дон Кихотов, это бесплодные скалы и горькая несправедливость, это песни, грустные, как шелест сухой маслины, это гул стачечников, среди которых нет ни одного желтого, это доброта, участливость, человечность. Великая страна, она сумела сохранить отроческий пыл, несмотря на все старания инквизиторов и тунеядцев, бурбонов, шулеров, стряпчих, англичан, наемных убийц и титулованных проходимцев. Многое в Испании меня поразило даже при первом беглом знакомстве с этой страной и прежде всего чувство собственного достоинства в людях нищих, вечно голодных, зачастую неграмотных. Севилья на скамейке сидели рядом почтенных буржуа и безработных. Бедняк вытащил из сумы гороховую колбасу и дружески предложил соседу по скамье. На террасе дорогого мадридского кафе ночью нежились бездельники. Женщина с грудным ребенком пыталась продать лотерейные билеты, один из видов нищенства. Младенец стал плакать. Женщина спокойно села в кресло перед пустым столиком и начала кормить ребенка грудью. никого ее поведение не удивило. Я невольно подумал, а ведь ее обязательно бы прогнали не только из кафе де ляпе, но даже из нашего метрополя. В нищей деревушке Санабрии я хотел заплатить крестьянке за яблоки. Она наотрез отказалась взять деньги. Мой попутчик испанец сказал, можно дать малышу, но я боюсь, что он сунет монету в рот и проглотит, а дети постарше ни за что не возьмут. Подросток, чистящий сапог, увидев, что я стоил у табачной лавки, запертой на обеденный перерыв, вытащил из кармана сигарету. Кури! Крестьянин возле Мурсии, которому я попытался заплатить за апельсин и покачал головой. Улыбка дороже песеты. Бескорыстность испанских крестьян всегда поражала иностранцев. Мартин Андерсон Некса рассказывал мне, что молодые годы он провел в Испании, денег у него не было, и неизменно крестьяне ставили перед ним тарелку супа. Ешь. Носильщик на вокзале сказал мне, я уже сегодня поработал, сейчас позову товарища. Я отнес обувь сапожнику. Он спросил жену, есть ли у них деньги на обед, и узнал, что есть, отослал меня к другому сапожнику. Безработные не получали никаких пособий. Я спрашивал, как они не умирают от голода. Мне отвечали, а товарищи? андалузский батрак разрезал хлеб пополам и половину давал безработному соседу. Рабочие Барселоны несли часть получки в профсоюзы для безработных, без призывов, без громких фраз, просто, по-человечески. Я писал, что Испания это 20 миллионов дон-кихотов в лохмотчах. Я возвращаюсь к этому образу не только потому, что люблю роман Сервантеса, но и потому, что в рыцаре печального образа все душевное обаяние Испании. Вот строки, написанные мной в 1931 году. Здесь можно выдать мельницу за врага, и с мельницей пойдут сражаться. Это история человеческих заблуждений. Но здесь нельзя выдать человека за мельницу. Он не станет послушно махать руками вместо крыльев. Здесь еще живут люди, настоящие живые люди. Несколько лет спустя, когда большие передовые хорошо организованные народы один за другим начали готовиться к капитуляции перед фашизмом, испанский народ принял неравный бой. Дон Кихот остался верен и себе, и человеческому достоинству. Испания помогла мне преодолеть многие сомнения. Я знал, что придется не раз заблуждаться, порой со всеми, порой в одиночку. Пусть так, только бы не стать винтиком, роботом, бутафорской мельницей. Я смотрю на маленькую выцветшую фотографию. Винный погреб в местечке Монтилья, недалеко от Кордовы, толстяк хозяин Люба Эрнст Толлер. Был такой веселый легкий день. Мы долго пили вино в прохладном погребе. Толлер рассказывал забавные истории. А хозяин нам говорил, что на свете нет вина лучше, чем Монтилья. Ведь не случайно в Хересе делает вино Амантильяда, но в Монтильи никому не придет в голову изготовлять Ахересадо. Это звучало убедительно. Можно было, кстати, припомнить рассказ Эдгара По о бочке Амантильяда. Можно было попробовать еще один сорт Монтильи. Можно было на несколько часов забыть о том, что у нас позади и впереди. Но не спешили уходить. Толлер говорил, из рая не уходит, из рая выгоняет. И вернулись мы в Кордову поздно ночью. Во время войны неподалеку от Монтильи стояли войска республиканцев. Нужно было напечатать номер армейской газеты. Бумаги не было, и газета вышла на тонких листах, в которые толстяк виноторговец заворачивал бутылки. Среди военных сводок виднели слова «Монтилья лучшее вино мира». Почему я начал рассказ о Толлере с Монтильи? Ведь я с ним познакомился в 1926 или 1927 году в Берлине. Встречались мы в разных городах, в Париже, в Москве, в Лондоне, вели серьезные бетеды. А я вспоминаю несколько дней, проведенных вместе в Андалузии. Мы встретились в Севилье и расстались в Алхиферасе. Тогда я увидел Толлера счастливым. Он прожил трудную жизнь, спорил, убеждал, проклинал, верил, отчаивался и вместе с тем был мечтателем, шутником, даже сиборитом. И говоря о поэте партизане, я прежде всего вспомнил короткий час перекура. Толлер был красив, походил на итальянца, веселого и печального, неизменно неудачливого героя неореалистического фильма. Может быть, основной его чертой была необычайная мягкость, а прожил он жизнь очень жесткую. Разные бывают люди, одни вылеплены из воска, другие высечены из камня. Это вопрос не убеждений о природе. И часто человек выбирает путь, мало соответствующий материал, из которого он сделан. Я знавал людей твердой воли, крепких нервов, решительных, по-своему смелых, облюбовавших тыл жизни. Сталь ржавела. Толлер был создан для раздумий, для нежной лирики, а он в стране молодости выбрал трудный путь действия, борьбы. Прожил он не так уж много, 45 лет, но, кажется, не было дня, когда кто-нибудь не писал о его ошибках. Он не протестовал. Как-то он сказал мне, на самом деле я ошибался в оста раз больше, но половины они не знают, при том они считают только те глупости, которые я делал в одиночку, а сколько раз ошибались все. Некоторые ошибки Толлера диктовались возрастом, да и временем. Он их не только признал, но и перечеркнул поступками. Когда началась Первая мировая война, ему еще не было 22 лет. Он был хилем, и его забраковали, но он добился, чтобы его послали на фронт, во Францию. Он верил, что Германия защищает правое дело. Барбюсу, когда началась война, было 40 лет, и он верил, что правое дело защищает Шранцию. Толлер очень быстро понял, что поверил лжи, поддался общему психозу, и начал обличать зафинщиков войны. Его арестовали, посадили в военную тюрьму, потом в сумасшедший дом. Он был молодым одаренным поэтом. Его стихи хвалили Рильке, Томас Манн. Он мог бы писать, прославлять революцию в веках, а он выбрал другое. Стал одним из руководителей Баварской революции, заместителем председателя Центрального Совета рабочих и солдатских депутатов. Дети часто говорили, да и поныне говорят, что у Толлера было недостаточно политической подготовки. Это бесспорно, но у него был избыток совести, обременительные свойства, за которые его обладатели всегда расплачиваются. Баварская Советская Республика просуществовала всего несколько недель. В Мюнхен ворвались белые, за голову Толлера была обещана крупная награда, и его выдали. На суде он сказал, битва начата, и никаким штыкам, никаким военно-полевым судам капиталистических правительств не задушить революцию. Ему было 26 лет, и 5 лет он просидел в Нидершенфельдской тюрьме. Я помню, с каким волнением мы глядели в Берлине пьесу Толлера, написанную им в тюрьме. Это было письмо, переданное на волю. Германская авиация в те годы побеждала повсюду. Не только в Баварии, но и в Берлине, в Саксоне, в Гамбурге. Словно нет, белый генерал Эб умел лучше вести военные операции, нежели поэт Толлер. Можно пожалеть, что у баварцев не нашлось своего Щерца или Чапаева. Но нелепо винить Толлера, он знал, что бой неравный, и что впереди не почести, не власть, а расправа усмирителей. Его называли сентиментальным революционером. Но ведь в революции он пришел не из подпольных кружков, где годами обдумывали тактику, разрабатывали планы, а из поэзии в политике он остался до конца своей жизни самоучкой. Когда он вышел в 1924 году из тюрьмы, у него было крупное литературное имя, его пьесы в театрах различных стран. Может быть, их успех объяснялся не только художественными достоинствами, но и остротой тем. Может быть, зрители порой аплодировали ни тексту, а биографии автора. Но Толлер не был в литературе ни самозванцем, ни случайным гостем. О нем тепло отзывались непохожие друг на друга писатели Томас Манн, Горький, Роман Ролан, Синклер Льюис, Фейхтвангер. Он мог бы засесть за работу и стать солидным, почитаемым всеми писателем. Но в нем жила вечная неуспокоенность. Солдатом революции он не стал, да и не мог стать, но продолжал партизанить. Совесть оказалась сильнее привязанности к тысячам мелочей легкой и беззаботной жизни. Он был очень сложным человеком. Не будь у него редкого обаяния, наверное, он восстановил бы против себя всех. Но противники неожиданно смягчились. Один очень придирчивый критик при мне говорил, но ведь этот Толлер, что с него требовать? Помню путанный и хороший разговор в Кордове. Перед этим мы долго бродили по городу. Местный урбанист нам объяснял, что извилистые улицы старой Кордовы были запланированы опытными архитекторами, арабами и евреями. Даже в июльский полдень на одной стороне улиц обязательно тень. Наш разговор начался с этого. Толлер восхищался. Они думали о простых пешеходах. Потом мы заговорили об отношениях между человеком и обществом. Толлер усмехнулся. Я написал об этом несколько слабых пьес. Может быть, я и не драматург, но меня тянет к театру. Иллюзия действия. Репутацию создать легко. Ипсон это замечательно показал. Враг народа честнейший человек. Насколько чистолюбцев, эгоистов, пустышек кричат о правах личности. Они путают карты. Нужно бороться за такое общество, где у каждого человека право и на солнце, и на тень. Благодетели все предписывают оптом. Солнце так солнце, тень так тень. Я видел, как власть, даже эфемерная, деформирует человека. Он рассказывал смешные истории о своем прошлом, о немецких писателях и вдруг помрачнел. Боюсь, что победят нацисты. Вы знаете, что это значит? Война? Он вспомнил книгу о ласточках, которую написал в тюрьме. Нет, я не о моих стихах, но вы помните письмо рабочего каменщика. Начальник тюрьмы подал приказ уничтожить ласточки на гнезда. И рабочий, сидевший в соседней камере, написал, что ласточки их вьют с трудом, они вообще честные и трудолюбивые птицы. Конечно, письмо не переубедило начальника тюрьмы. Это крохотная картина войны, уничтожение гнезд. Страшно подумать о будущем. В Испании он рассказал мне, что хочет написать пьесу «Современный Дон Кихот и Санчо Панса в мире денег с песей тупости». Пьесы этой он не написал. Он говорил Шейхтвангеру, что работает над романом о демосфене, человеке, который хочет отстоять культуру Эллады от варварства. Он не написал и романа. Его всегда лихорадило. Он что-то начинал и бросал. Слишком беспокойным было время, слишком отзывчивым сердце. За границей Тойер постоянно защищал Советский Союз, даже когда ему что-либо у нас и не нравилось. У него были в Москве друзья, с ними он подолго откровенно беседовал. При последней встрече он сказал мне, что если есть у него надежда, то это Москва. В книге о своей юности, написанной в 1933 году, после прихода Гитлера к власти, Тойер писал о своей любви к Германии. Его признание сродни признанием Тувима. «Разве я не люблю эту страну? Разве среди пышных ландшафтов средиземноморского побережья я не тосковал по скупым песчаным лесам с сосной, по тихим затерянным озерам германского севера? Разве не захватывали меня в детские годы стихи Гёте и Гейдерлина? Немецкий язык, разве он не мой язык, язык, на котором я думаю и чувствую, не часть моего существа, не родина, вскормившая и вырастившая меня? Во всех странах поднимает голову слепой национализм и смешной расовой высокомерии. Неужели я дам увлечь с тебя в психозу наших дней? Слова «я горжусь тем, что я немец» или «я горжусь тем, что я еврей» кажутся мне такими же бессмысленными, как если бы человек сказал «я горжусь тем, что у меня карие глаза». Нет, он не поддался безумию эпохи, остался подлинным интернационалистом. Незадолго до трагической развязки, больной, отчаявшийся, он с каким-то иступлением собирал деньги на голодавших детей Испании, вырывал фунты или доллары у людей себелюбивых, равнодушных, собрал за короткий срок свыше миллиона долларов. Даже черствые люди мягчели, когда с ними говорил Толлер, от него исходило добро. Незадолго до начала Испанской войны, в июне 1936 года я был в Лондоне на собрании Комитета Антифашистского Объединения Писателей. Толлер повел меня после заседания к себе. Он жил в маленьком домике на окраине города. Как всегда он был занят множеством неотложных и кропотливых дел, как всегда окружен людьми и одинок, еще более одинок, чем в камере тюрьмы. В этом он мне признался сразу. Я нашел его осунувшимся, помрачневшим. Его раздражало пренебрежительное, как ему казалось, отношение англичан и французов к немецкой эмиграции. Газеты писали о Гитлере, если неблагожелательно, то сдержанно. И Толлер сердито отчеркивал красным карандашом статьи, потом швырял газеты на пол. Он вдруг по-детски пожаловался, что в Лондоне очень холодно зимой, нельзя согреться. Помню его слова, теперь на дворе зима длиннее, чем в Москве, длиннее, чем в Лапландии. На десять или двадцать лет люди с крепкими корнями выдержат, а другие вымерзают один за другим. Толлер продержался еще три года. Я видел его в последний раз в Париже. На минуту мне показалось, что он выглядит лучше. Он пробовал даже шутить. Тогда-то он и собирал деньги на испанских детей. Когда мы прощались, он спросил меня, вы спите без снотворного? Ужестно ночью, все видишь остеет, чем днем. Ну ладно, скоро, наверное, увидимся. Я решил оставить Америку слишком далеко, там нельзя даже заикнуться о том, что происходит на свете. Удивляются, рекомендуют невропатолога. До свидания. Мы больше не встретились. Весной 1939 года в Нью-Йорке был конгресс пен-клубов. На парадном обеде Тойлер попытался растревожить всех, напомнил о судьбе Мизама, Осетского, Тухольского. Несколько дней спустя, 22 мая, он повесился в ванной комнате гостиницы. Я вспоминаю Тойлера и тихо улыбаюсь. Добрый человек, друг, поэт, не только в книгах, в жизни. Я люблю его книгу стихов, написанные в тюрьме, книгу ласточек. Строители готических соборов, гордитесь вы, дробили камень бедняки, истеклодулы полные тоски, скрывали солнце горечью узоров, и колокола отливали медью, и к небу рвался свод, чтобы умереть. Вы посвящали ваши камни смерти, а ласточки, роняя свист и вздох, из глины строят прутиков соломы, и жизни посвящают те хоромы земное счастье, теплое гнездо. Тойлер сам походил на ласточку, может быть на ту одну, что прилетает слишком рано и не делает весны. В 1931 году я дважды побывал в Берлине, в начале года и осенью. Ничего исключительного тогда не происходило. Во главе правительства стоял умеренный католик Брюнинг. Несмотря на кризис, жизнь внешне текла по-прежнему. Однако в моей памяти эти поездки остались сном нелепым и вместе с тем полным значением, которое, проснувшись среди ночи, тщетно пытаешься распутать. Мне трудно связано рассказать о Берлине 1931 года. Будет честнее, если я попытаюсь восстановить отдельные разрозненные картины, сами по себе не столь примечательные, но запомнившиеся. Они объяснят, почему я рассказываю о тех поездках. В купе сидит немолодой немец с выбритым затылком и стоячим воротничком. Он читает пухлую газету. Я уже знаю, что он коми-вояжор, продает какие-то усовершенствованные блокноты. Я его спрашиваю, когда мы должны приехать в Берлин? Он достает из портфеля расписание. В одиннадцать часов тридцать минут тридцать секунд. Потом он снова берет газету и тихо, бесстрастно говорит, это конец. Конец абсолютно всего. Издатель радикального журнала Нейстагебух Шварцшильде угощает писателей ужином. Все как полагается, различные бокалы из хрусталя, хорошее вино, цветы, разговоры о последнем романе Фейхтвангера, о моратории Гувера, о коварных свойствах рейнских вин. Вдруг хозяин говорит точь-в-точь, как он и вайжор. А знаете, скоро все кончится. Показывают фильм на Западе без перемен по роману Ремарка. Нацисты возмущены, немецкие солдаты умирали молча, а герой фильма кричит, как поляк, это клевета. Я уже видел этот фильм в Лондоне, но приятель уговаривает. Сегодня нацисты собираются дать битву, их встретят как надо. Насмотрим. Вдруг раздаются истерические крики. Зажгли свет, никто никого не бьет. Крики, однако, продолжаются, публика уходит. Оказывается, нацисты выпустили в зале сотню мышей. Владелец табачной фабрики говорит мне, я не знаю, кто победит, нацисты или ваши друзья. В общем, мне все равно, я давно перевел деньги в Цюрих. Я теперь увлекаюсь Ганди. Мне нравится Толстой, но это не ко времени. Немцы хотят диктатуры, величия, а что внутри не важно. Когда вы покупаете коробку моих сигарет, вы платите больше половины за упаковку. Гугенберг дает деньги на пропаганду против капитализма. Фарс? Нет. Он знает немецкий характер. В Цюрихе я открыл маленькое отделение. Там хороший воздух, спокойно. Ромен Ролан писал о Ганди в Швейцарии. Я его понимаю. Я провел несколько вечеров с Рудольфом, фамилию его я забыл. Это сотрудник Ротефаны, который прекрасно знает северный район Берлина. Он мне многое показал. Рудольф сын таможенного чиновника-монархиста. Был студентом, не доучился. Жена его бросила. Политикой он увлекся еще в 1919 году подростком. Рассказал мне, как он повалил здоровенного нахала, который хотел перекричать Карла Липнихта. Рудольф очень высокий, сухой, с большим кадыком и голубыми мягкими глазами. Говорит он газетными фразами, все время оставляет «возьмем факты». На меня трогает его голос. Он верит в то, что говорит. «Рудольф мне объясняет. Возьмем факты. Семь миллионов безработных. Капитализм разваливается у всех на глазах. Все понимают, что их песенка спета. Ты знаешь, о чем они теперь мечтают? Познакомиться с сотрудником вашего торгпредства. Может быть, Москва что-нибудь купит. Вообще, Москва в центре внимания. Ты видал, сколько переводов с русского? Вчера я с трудом купил билет на путевку в жизнь. Публика архибуржуазная. Понятно, у рабочих нет денег. Эмиль Людвиг через две недели едет в Москву. Решил написать книгу о Сталине. Мне поручили анкету. Я разговаривал с писателями. Все идут к нам. Эрнст Глезер, Плевье, Оскар, Мария, Граф. Возьмем факты. В прошлом году мы собрали 4 миллиона 600 тысяч голосов, нацисты 6 миллионов 400. Насколько из голосовавших за них в решающую минуту пойдут за нами? Три четверти. Это ведь рабочие. Они голосуют за нацистов потому, что ненавидят капитализм. Хорошо, что наше руководство учло настроение масс. Мы теперь выступаем с программой национального освобождения Германии. Рабочие нацисты начинают к нам прислушиваться. Есть, конечно, оголтелые, но я убежден, что здоровый инстинкт победит. Нет, теперь не 1919-й. Когда ты снова приедешь в Берлин, ты увидишь другую Германию. Оскар Мария Граф толст, благодушен. У него наивные глаза ребенка. Он слушает споры и молчит. Мария Грэфф Хеннер познакомила меня с новым автором Малика. Зовут его Домеля. Он выдавал себя за принца Гоген Соллерда, попал в тюрьму и написал обо всем этом книгу. Мария рассказывает, каким успехом пользуется книга «Фальшивый принц». Автор посмеивается. Он словоохотлив. Ему нравится литература, революция и мужчины. К женщинам он равнодушен. Кор Фюрстен Дам сияет. Здесь не скажешь, что на дворе кризис. В витринах магазинов изысканнейшие вещи. Дорогие рестораны и кафе переполнены. Писатель Вальтер Меринг, печальный шутник, повел меня в ресторан к окоду. Стольки под пальмами. Попугаи бодро роняет помет на тарелке. Снова довольны. Им кажется, что они на Таити. Заметив мое смущение, Меринг смеется. Теперь вы видите, что немцы сошли с ума. Можете не есть, мы пообедаем в обыкновенном ресторане. Попугаи это мелочь. Я думаю о том, как на нас посыплются бомбы. Но что можно сделать? Бьют стекла, пачкают стены. И это не босики, это философы. Каждый громил ссылается на ницше. Попугаи тоже философы. Кругом нас говорят о делах, о театральных премьерах, о светских скандалах, о чем угодно, только не о политике. Меринг стучит ножиком от стакан. Пора уходить. И попугаи старческим голосом раздраженно повторяет «Счет! Счет!» Случайно я встретил левого журналиста, с которым познакомился четыре года назад на съемках Жанны Ней. Тогда он зло высмеивал националистов, называл Гугенберга глупым мамонтом. Он пошел в гору, заведует литературным отделом большой газеты, постарел, прихрамывает. Заговариваем о политике. Все не так просто, мы многого недооценили. Конечно, среди нацистов имеются темные элементы, но в целом это здоровое явление. Мой приятель потом рассказывает, что у журналиста неприятности в нацистской газете была заметка, где говорилось о его прошлом. Он не случайно клеветал на Людендорфа. Его мать еврейка и у него больные ноги. Это верный признак еврейского происхождения. Журналист теперь занят генеалогией, собирает документы, подтверждающие чистокровность всех его предков. Северная часть города не похожа на Корферстендам. Здесь кризис виден на домах, на одежде людей, на лицах. Дует холодный ветер с Балтики. Приближается зима. Много бездомных. Они спят в различных ночлежках, некоторые на улице. Последнее запрещено, но есть глухие аллеи Тиргартена, пустыри, подвалы. Большая витрина закусочной возле Александр Плац. Выставлены различные яства, картошка с салом, колбасы, свиная нога. Колоссально! Всего 55 фенигов. Люди подолгу стоят у витрины, смотрят. Некоторые входят и что-то быстро проглатывают. Один безработный рассказал мне, что получает пособие 9 марок в месяц. К счастью, он одинок. Койка в ночлежке стоит 50 фенигов. Приходится большей частью ночевать на улице. У нацистов дают бесплатно суп с мясом. Товарищи говорят, что там хорошо, но мне противно. Берлин стал эдемом международных педерастов. Здесь ничего не стоит раздобыть привлекательного юношу. По вечерам в пассаже Унтерден-Линден в Тиргартене около Александр-Плац бродят молодые безработные. На многих короткие штанишки. Они стараются кокетливо улыбаться. Платят им одну-две марки. Я разговаривал с закусочной с одним из этих парней. Он рассказал, будто в Берлине живет принц Гогенцоллерн. Не фальшивый, а настоящий. Увидев юношу, который ему нравится, он его бьет хлыстом и избив дает десять марок. Возле дома, где живет принц, бродят юноши. Ждут счастья. Я пошел на собрание нацистов. Происходило это в пивной. Глаза ел дым дешевых сигар. Какой-то нацист, размахивая большими руками, долго кричал, что немцам надоело голодать, что хорошо живут только евреи, что союзники ограбили Германию, нужно расколотить французов и поляков. В России тоже хозяйничают евреи, значит придется всыпать и русским. Гитлер покажет миру, что такое немецкий социализм. И разглядываю посетителей. Одни пьют пиво, другие сидят перед пустыми столами. Много рабочих. И от этого нестерпимо больно. Конечно, я знал и прежде, что среди нацистов немало рабочих. Но одно дело прочитать об этом в газете, другое увидеть. Разве скажешь, что этот пожилой рабочий фашист? Хорошее печальное лицо. Видно, что ему не сладко. А тот молодой похож на товарища, которому Рудольф поручил раздать листовки. штаб нацистов в пивной Берлинер Кингль. На соседней улице другая пивная. Там собираются коммунисты. Меня туда привел Рудольф. Протертые бархатные диваны, на стенах оленья рога. Обыкновенная пивнушка. Я шел с Рудольфом по глухой улице Нордена. Он что-то доказывал. Возьмем факты. Вдруг раздались выстрелы. Рудольф подбежал, крикнул Вебер, нацисты застрелили рабочего коммуниста. Потом неспеша пришел полицейский. Выгвали машину. Долго составляли протокол. Я стоял в стороне, ждал Рудольфа. Прибежала старая женщина, громко плакала. Ночь была темной. Ветер срывал кепки, последние листья деревьев. Я вернулся в Париж мрачный. Буря надвигалась. В газетной статье я писал «Капитализм слишком долго, слишком отвратительно разлагается. Гангрена успела поразить живые части тела. Редко история знавала трагедию, равной трагедии германского пролетариата. Сжав зубы от отвращения, он отливал пушки и умирал под верденом. Женщины рожали дегенератов, слепых, слабоумных. Когда он потребовал права на жизнь, его сумели разъединить, стиснуть. Рабочих снова приучили к нужде и безысходности. Увидав, что они больше не верят социал-демократическим полицейским, из них стали вербовать фашистских погромщиков, осквернили не только их тело, их душу. Расплата отодвинута, но эта расплата будет жестокой. История умеет мстить. Четверть века назад в книге для взрослых я писал. В 1931 мне исполнилось 40 лет. Этот год показался мне обычным. Теперь я вижу, что он позволил мне жить дальше. Это было приготовительным классом новой школы. В нее я записался на пятом десятке. Я рассказал об Испании и о поездках в Берлин. О долгих блужданиях по северным районам Парижа с фотоаппаратом. Могу добавить, что побывал в Праге, в Вене, в Швейцарии, был на заседании Лиги Наций, глядел на Бриана, который это и дело опускал в свои мясистые тяжелые веки, слушал спор между немецким министром Корциусом и поляком Залезским. Все говорили о разоружении и все понимали, что дело идет к войне. Люба сняла маленькую квартиру на улице Котантен. Квартира была на первом этаже. И два наших пса не должны были проходить мимо консьержки, а хитрец Бузу научился выпрыгивать один на улицу. Мы перед этим пошли в воскресенье на улицу Котантен и восхитились тишиной. А переехав, мы ужаснулись. Ночью да и рано утром по улице непрорывной цепью двигались грузовики. Везли с товарной станции в Ажерар, где я в годы войны работал, бедоны с молоком. Впрочем, люди ко всему привыкают, и вскоре мы не слышали ни грохота, ни звона. В начале года я кончил книгу о кинопромышленности «Фабрика снов». Словом, год был, как я писал, скорее обычным, однако он действительно многое изменил в моем отношении к людям и к жизни. Передышка, подаренная мне, как и всем людям моего поколения, подходила к концу. Еще не было бурь, но штиль уже казался неестественным. Друзья, приезжавшие из Советского Союза, рассказывали о раскулачивании, о трудностях, связанных с коллективизацией, о голоде на Украине. После поездок в Берлин я понял, что фашизм наступает и что его противники разъединены. Экономический кризис продолжал обостряться. Лишение, унижение, голод не всегда способствует разумным решениям. Фашисты вербовали в свои отряды не только обнищавших лавочников или хрохорившихся подростков, но и отчаявшихся, сбитых с толку безработных. Я недаром занимался королями нефти, стали или спичек. Я знал, что, будучи более или менее просвещенными и брезгая общением с фашистами, они обильно снабжают различные фашистские организации деньгами. Страх перед революцией оказался сильнее не только унаследованного свободомыслия, но и простого благоразумия. В Нюрнберге судили маньяков, а виновата была вся правящая верхушка общества. Может быть, некоторые из тех, кто потакал фашистам, поддерживал их, потом и плакали над сожженными книгами, расщепленными городами, погибшими близкими. Фашизм пытались выдать за приблудного незнакомца, случайно затесавшегося в благопристойные цивилизованные страны, а у фашизма были щедрые дядюшки, любвеобильные тетушки, некоторые из них здравствуют и поныне. Бой был неминуем. Дипломаты знают зону разъединения, нейтральное или буферное государство, а я понимал, что между нами и фашистами нет даже узенькой полоски ничьей земли. Возможно, что в прошлом бывали эпохи, когда художник мог отстаивать человеческое достоинство, не расставаясь ни на час с искусством. Наше время требовало от любого человека не вдохновенного костра, а повседневных жертв или отречения. Бог ты мой, сколько раз в жизни я отвечал на стандартные вопросы анкет. Теперь я хочу рассказать не о поступках, не о поездках, даже не о книгах, а о себе. До сорока лет я не мог найти себя, петлял, метался. Вероятно, я не прав, относя все к характеру эпохи. Я ведь встречал писателей, которые целиком выражали свои мысли, чаяния, страсти в книгах Томаса Манна, Джойса, Вячеслава Иванова, Валерии. Конечно, они многим жизнью увлекались, от многого отшатывались, но орудиями действия для них были романы или стихи. Таким был и Бальзак, хотя он мечтал стать депутатом, писал политические памфлеты, разрабатывал проекты финансовых операций, чтобы освободиться от вечных долгов. Все это оставалось зыбью на поверхности, загорался он, только говоря о героях своих романов. А для его современника Стендаля литература была одной из возможных форм участия в жизни. Он воевал, увлекался политикой, страстно влюблялся, жил не для того, чтобы лучше узнать страсти других, а для того, чтобы жить. По-разному бывают скроены не только великие, но и малые писатели. После Хулио Хуринита я стал профессиональным литератором. Писал я очень много. Сейчас подсчитал и даже неловко признаться. С 1922 по 1931 год я написал 19 книг. Поспешность диктовалась нечистолюбием, а смятением. Изводя бумагу, я изводил самого себя. Никогда меня не удовлетворяло созерцание. Мне хотелось не только размышлять над судьбами вымышленных персонажей, но и самому походить на них. А между тем, в то десятилетие, которому посвящена третья часть моей книги, я слишком часто оказывался в роли если не наблюдателя, то болельщика. В 1931 году я почувствовал, что я не в ладах с самим собой. Я задумался над недавним прошлым, и пока ночные грузовики грохотали, звенели, настойчиво спрашивал себя, как мне дальше жить. Может показаться странным, что такие вопросы ставил в себе неделеный юноша, который оборванный и голодный блуждая по парижским улицам писал стихи о святопредставлении, да и не тот растерянный, но вместе с тем задорный молодой интеллигент, которого Алексей Толстой называл мексиканским каторжником и который рассказывал девушкам похождения еще не написанного хуренита, а сорокалетний литератор, начинавший сидеть. Но я уже говорил, что в нашу эпоху, когда события развачиваются с ошеломляющей быстротой, многие люди складываются медленно. Герцану было сорок лет, когда он сел за былое и думы и начал подводить итоги своей жизни. Он никогда не глядел на события из зрительного зала, был актером всех трагедий, которые шли в его время. Может быть, столь длительные поиски себя объяснялись и тем, что я жил в двух различных мирах. Молодость провел в Париже, к началу революции мои вкусы, привязанности, отталкивания успели сложиться. Может быть, сказался и характер. Я всегда испытывал необходимость проверить то, что многим казалось таблицей умножения. Конечно, если говорить о пути писателя, я не изменился за один год. В предисловиях к моим книгам в 20-е годы неизменно указывалось, что хотя я опустошенный циник и нигилист, меня стоит издавать, потому что я хорошо изображаю гниение капиталистического мира. В Хоринита я действительно искренне высмеивал клерикалов и радикалов, фанатичных коммунистов и ручных социалистов, французских жуиров и русских интеллигентов с их угрезениями совести. Но мало-помалу я начал отходить от такого подхода к людям. Вероятно, в этом сказался возраст. Исчезла жесткость свойственной молодости. Мне становилось все труднее и труднее жить одним отрицанием. Хотелось найти за глупыми или дурными поступками людей нечто настоящее, человеческое. Это редко мне удавалось, но я ведь говорю не о литературных достоинствах, о своих намерениях. Однако главным для меня в 1931 году был неподход к персонажам романов. Я мало думал о том, как написать следующую книгу. Я спрашивал себя, как мне дальше жить, чтобы годы были не пометками на полях жизни, а самой жизнью. Каждый человек особенно близко принимает к сердцу те вопросы, которые относятся к его работе. И, конечно же, меня волновали судьбы литературы, искусства. Маяковского больше не было. Громче других раздавались голоса раповцев. Выставки были заполнены огромными полотнами ахравцев. Эпоха дерзаний и чудачеств была позади. Революция приобщила к культуре народ. Естественно, что люди, впервые бравшие в руки роман или впервые приходившие на выставку, не очень разбирались в мастерстве. Порой подделка под искусство их восхищала. Новых читателей, зрителей можно было воспитывать. Можно было и льстить им, говорить, что они высший суд. Льстицы, разумеется, нашлись. Стихотворцы сочиняли стихи на случай. Литературная энциклопедия объясняла, что путь идет к производственному роману, который заменит все прочие жанры. Намечался тот стиль, который господствовал в течение четверти века. Стиль украшательской архитектуры, тех станций метро, где тесно от статуй, неустанных словословий и сатиры, скромно обличающий нерадивого управдома или подвыпившего эстрадника. Конечно, в 1931 году все это было еще в эмбриальном состоянии. однако уже появились первые портреты и статуи человека, который, может быть, тогда и не догадывался, что он станет не только объектом, но и создателем культа личности. Все это сопровождалось тщательным упрощением. Та же литературная энциклопедия писала, что гамлеты бесполезны массе, и что пролетариат бросает Дон Кихота в мусорную яму истории. В начале 1932 года я написал неудачную повесть «Москва слезам не верит». Один из ее героев, советский художник, в прошлом участник гражданской войны, прочитал в московской газете заметку о выставке живописи, подписанной инициалами О.Б. Пейзажи Чужакова показывают, что он окончательно оторвался от масс. Это типичное искусство деклассированного отщепенца, которое нужно десяти-двадцати дегенератам буржуазной богемы. Художник размышляет, и его мысли были мыслями автора повести, десяти-двадцати, допустим, а вот Ахр десяти-тысячам, значит, прикажете халтурить? Кстати, тот же Рембрандт, скольким он при жизни нравился? А теперь экскурсантов загоняете, стой, просвещайся, гражданин О.Б. Или, может быть, вы гражданка? Да я не об этом. Я ведь знаю, у вас все поделено. С бабой как придется, а статейки пописываете, комар носу не подточит. Расход и приход просят не смешивать. Картину вы, конечно, не пишете, отстало это дело, и вообще порадовать никого не можете. Если вы гражданин, сомневаюсь, можете ли вы порадовать гражданку О.Б. или Б.О. Впрочем, и не в этом суть. Послушаем чижей. Они поют, как дегенераты. Оторвались, скажете, от масс, а горловые связки «Ах, О.Б., они поют, потому что поется. Им веселее и мне. А не хочешь, не слушай. Разве я настаиваю на моих картинах?» Могу опять потесниться. Если вы, О.Б., высчитали, что мои картины не нужны, пожалуйста, могу, например, стены белить. Я ведь сговорчивый. Только на живописи не настаивайте. Это особая статья. Хижи поймут, а вам невозможно. Дураки думают дважды два, всем по бифштексу и никаких искусств. А искусство только тогда и начнется. После бифштекса загрызет оно не четыре голубчик, а пять или двадцать пять. Пусть какой-то О.Б. и не понимает ни черта в живописи, пусть таких О.Б. тысячи, миллионы, и что же, тогда надо расстаться с кистями. Найду для себя другое дело, по времени. Проживем и без картин, а пройдет десять лет, ну, не десять, сто, какая разница, тогда поймут. Помню длинный разговор с молодой француженкой, актрисой Дениз. Мы говорили о гастролях Мейерхольда, о портрете бабушки Дениз, писательницы Северин, написанным Ренуаром, о стихах Десноса, об искусстве. Ничего не поделаешь, рыбе нужна вода. И вдруг я признался, все это так, Дениз, но сейчас дело не в искусстве. Десять лет назад я доказывал, что искусство умирает. Мы тогда верили, что старые формы износились, романы, станковая живопись, рампа. Все это было вздором. Теперь начинается реакция. Но можно не писать романов. Я все давно выбрал. Да я и не выбирал. Выбора нет. Я многом думал по ночам о гуманизме, о целях и средствах. Недурные картины меня тревожили. Да и вообще искусство было только частицей в загадках завтрашнего дня. Речь шла не о художественном направлении, а о судьбе человека. В библиотеке можно не брать книгу, которая не по душе. Можно взять по ошибке и вернуть, не прочитав. А жизнь не библиотека? В 1931 году я понял, что судьба солдата не судьба мечтателя и что нужно занять свое место в боевом порядке. Я не отказывался от того, что мне было дорого, ни от чего не отрекался, но знал, придется жить, сжав зубы, научиться одной из самых трудных наук — молчанию. Критики, которые обо мне писали, указывали на 1933 год как на дату поворота. Они знали книгу в день второй. А я знаю, почему я поехал в Кузнецк. Все было додумано в 1931 году не перед котлованами строек, а на улице Котантен под ночной извяканье бидонов. Весной 1932 года в Париж приехали драматурги Кершон и Афиногенов. Я их водил по Парижу и рассказывал о достопримечательностях города. Они, в свою очередь, меня посвящали в достопримечательности нашей литературы. Оба были окрылены успехом. В десятках театров шли «Хлеб Кершона» и «Страх» Афиногенова. Однако, больше, чем своими произведениями, они гордились победами Раппа. По их словам, Рапп объединил всех настоящих советских писателей. Кершон повторял «Мы — столбовая дорога нашей литературы». Я не знал тогда, что это выражение принадлежало Афадееву. Александр Николаевич Афиногенов был очень высоким, скромным, он улыбался и поддакивал словам Кершона. Владимир Михайлович проповедовал, обречал, саркастически усмехался. Он сказал мне «Пора вам пересмотреть свои позиции». Я признался, что свои позиции пересмотрел. «Тогда напишите заявление, вступайте в Рапп». Я ответил, что литературные принципы рапповцев меня мало увлекают и что по столбовым дорогам люди ездят, раньше их везли лошади, теперь моторы, а писатели по своей природе пешеходы. Каждый может идти к общей цели своим путем. Афиногенов улыбнулся «Оставь его, может быть, он и прав». Мы сидели на камнях старых арен лютеции. День был жаркий, и, несмотря на утренний час, мы забрались в тень. Я развернул газету, телеграмма из Москвы, «Распустили раб». Мне это сообщение показалось несущественным, ведь сколько раз менялись вывески различных писательских организаций, да и вообще меня интересовала литература, а не литература о литературе. Я тогда еще не знал, что такое оргвыводы. Киршон вскочил, «Не может быть, выдумки, какая-то газета». Я отвечал, «Юманите». Мы собирались посмотреть рабочие районы, но Киршон сказал, что им нужно в посольство. Через день или два они уехали в Москву, хотя рассчитывали остаться дольше. Я понял, что ликвидация РАПа дело серьезное, и приободрился. Может быть, и впрямь в Москве поняли, что шоссе нужно прокладывать для автотранспорта, а писателям предоставить право идти каждому своей писательской тропинкой. Однако передо мной стоял вопрос, как подойти ближе к жизни, к действию, к борьбе. В мае ко мне неожиданно пришел сотрудник Известия Раевский. Он сказал, что главный редактор и Лапинский, с которым я часто встречался в годы войны, предлагают мне стать постоянным парижским корреспондентом газеты. У Известия имелся корреспондент Садуль, бывший в 1917 году членом французской военной миссии в России и перешедший на сторону революции. Стефан Александрович сказал, что Садуль останется на своем посту, но он француз и недостаточно знает советских читателей. Я должен писать очерки, если событие потребует, передавать по телеграфу информацию. Предложение застало меня врасплох. Я слишком долго жил не связанный никакой регулярной работой, привык располагать своим временем. Конечно, журналистика меня привлекала, хотелось сделать нечто живое, но я боялся, что не справлюсь. Я пошел к нашему послу Довголевскому, с которым у меня установились дружеские отношения. Это был человек добрый, участливый. Разговаривая с ним, я забывал, что он официальное лицо, посол, а я писатель, не то правый попутчик, не то прогнивший циник. Валериан Савельевич превосходно знал Францию. Старый большевик, он был политэмигрантом, учился в Тулузе. Французы его ценили. Не раз я встречал в посольстве Эрио, который приезжал поговорить с Довголевским, иногда и посоветоваться. Умер Довголевский в 49 лет от рака. Я тогда горевал, а после не раз думал, что смерть оградила его от многих испытаний. Валериан Савельевич уже знал о предложении известий и сразу сказал, очень хорошо, здесь и думать не о чем. Уговорить меня было нетрудно, я ведь мечтал ринуться в бой. Около восьми лет я исполнял обязанности корреспондента известий в Париже, потом в Испании, снова в Париже, вплоть до Германо-Советского пакта. Написал сотни очеркови статей, посылал информацию, порой заметки шли без подписи, порой я подписывал их псевдонимами. Я научился писать на машинке латинскими буквами для телеграфа, хрипел и терял голос, диктуя статьи по телефону. К рассказам о газетной работе мне придется вернуться еще не раз. Теперь я только хочу сказать, что вспоминаю ее с благодарностью. Конечно, она отняла много времени, но позволила многое увидеть, узнать различных людей, да и для писательского ремесла. Она была хорошей школой. Я научился писать коротко, приходилось все время думать, как сэкономить расходы газеты. Письма шли долго, почти все статьи я передавал по телефону или по телеграфу. Сжатость, короткие фразы привлекали меня и прежде. Мне хотелось писать, как я думал, без предаточных предложений. Критики меня ругали за телеграфный стиль, а я считал, что такая речь отвечает не только моим чувствам, но и ритм времени. Почти никого не осталось в живых из моих товарищей по работе в известиях. В годы войны в седьмом отделе одной из армий меня поразил голос женщины, старшего лейтенанта. Он мне показался хорошо знакомым, а лицо было чужим. Мы разговаривались. Старший лейтенант работала стенографисткой в известиях, когда я ежедневно передавал статьи или сообщения из осажденного Мадрида. Слушимость была плохая, стенографистка то и дело просила неслышно, по буквам. Я кричал Борис, Ольга, Иван. Иногда со мной хотел поговорить заведующий иностранным отделом, и стенографистка, чтобы нас не разъединили, говорила «В Москве чудесная погода, или ваша дочь вам передает привет». Все это шло под аккомпанемент артиллерии. И вот я встретил знакомую незнакомку с милым задушевным голосом возле Брянска, когда шел артиллерийский бой. Вернусь к 1932 году. Я начал хлопотать о том, чтобы французские власти. Меня признали как корреспондента известий. Меня вызвали в Министерство иностранных дел. Я думал, что со мной хотят разговаривать сотрудники, которым поручена связь иностранной прессы. На меня отослали в знакомый мне по визовым мытарствам контроль иностранцев. Там работали не дипломаты, а полицейские. И разговаривали они отнюдь невежливо. Я увидел на столе огромную папку, на которой значилось Илья Эренбург. Чиновник поспешил мне объяснить, что я известен ему с плохой стороны, что корреспондент большевистской газеты будет находиться под особым наблюдением и что при любой попытке нарушить правила я буду выслан из Франции. Месяца два спустя мне довелось беседовать уже не с полицейскими, помещавшимися в здании Министерства иностранных дел, а с настоящими дипломатами. Было это в Москве. Меня пригласил на завтрак французский посол Дежан. Среди гостей оказался атташе польского посольства. Дежан посадил рядом с собой Любу и вел с ней вполне мирные разговоры о достоинствах различных французских сыров. А советник посольства, не помню его фамилии, начал меня расспрашивать, что я видел во время моей поездки, я перед этим ездил в Бобрике. Моим рассказом он остался явно недоволен. Вы отвечаете официально, а мы хотели бы поговорить откровенно, ведь все знают, что пятилетка провалилась. Польский атташе подхватил особенно строительство в Бобриках. Я рассердился. Где же дипломатическая вежливость? Пригласить на завтрак и вести провокационные разговоры. Я даже не мог оценить вина или сыры. Кофе мы пили в соседнем салоне. Советник посольства неожиданно раскрыл том малой советской энциклопедии и торжествующе начал читать по слогам, но вполне разборчиво, что там написано про меня. Вспомнив этот эпизод, я теперь раздобыл книгу. Вот короткая цитата. Скормленный деклассированной богемой, Эренбург остроумно высмеивает западный капитализм и буржуазию, но не верит в творческие силы пролетариата. Утверждая бессилие научно-социалистической планировки жизни перед лицом стихийного биологического начала человека и пророча бессилия коммунистических планов перед лицом стихии собственничества, Эренбург выступил как один из наиболее ярких представителей новобуржуазного крыла литературы. Статья была подписана одним из руководителей покойного раппа. Я вдруг понял, почему советник посольства рассчитывал, что я буду ему рассказывать о провале строительства. Понял и засмеялся. Я не стал объяснять, что автор заметки раповец и что рап недавно распущен. Для французов энциклопедический словарь это справочник. Написано, что Жофр выиграл битву на Марне, что корова жвачное животное, что Анатоль Франц обладал превосходным стилем, а также иронией. И все это бесспорно, по крайней мере, на жизнь одного поколения. Советник, прочитав, что я представитель новобуржуазной литературы, решил, что представителю старобуржуазной дипломатии легко со мной сговориться. Как же ему было понять, что энциклопедический словарь, пересматривает свои оценки от одного тома до другого? В 1932 году я думал, что ликвидирован не только раб, но и некоторый стиль литературной критики. Это было наивным, особенно для автора Хуринита, вступившего в пятый десяток. Вскоре я понял, что ошибался. Один из наших критиков написал, что в моих книгах проступают искаженные тревогой черты классового врага и называл меня литературным приказчиком буржуазии. В 1934 году вышел очередной том уже немалой, а большой советской энциклопедии, и там я прочитал Эренбург типичный выразитель настроений той буржуазной интеллигенции, которая пошла за идеологами смена веховства. Как я говорил, восприятия притупляются. В первый раз я растерялся, в десятый растерлился, в сотый примелькавшиеся этикетки оставили меня равнодушным. Я понял, что беспорядочный огонь одна из особенностей той войны, которая не вчера началась и не завтра кончится. Артиллерия частенько бьет по своим. Это, конечно, нехорошо, но ничего тут не поделаешь. От снаряда человек может погибнуть, от обиды он только каменеет. Своих убеждений от обиды, даже самой горькой, не переменишь и на сторону врага не перейдешь. Я понял также, что дело не в моей путаной биографии, не в том, что я долго жил в Париже. Столь же случайно, несправедливо, огульно поносили некоторых других писателей, которые никогда не увлекались средневековьем, не были знакомы с Пикассо и проживали не на улице Патантен, а в московских переулках. Вот почему на первом съезде советских писателей я мог с полной искренностью сказать, мне трудно себе представить путь писателя как ровное, гладкое, хорошее шоссе. Одно для меня бесспорно. Я рядовой советский писатель. Это моя радость, это моя гордость. В мае 1932 года Париж был потрясен неожиданным событием. Некто Павел Горгулов, уроженец станицы Лобинской, среди бела дня застрелил президента Французской республики Поля Думер. Убийство было совершено накануне парламентских выборов, и правые газеты поспешили объявить, что Горгулов большевик. Немедленно появился другой казак по имени Лазарев, который подтвердил, что знает Горгулова как чекиста, работавшего под кличкой Монгол. Известие поручили мне осветить судебное разбирательство. У меня еще не было карточки журналиста. Выручил меня Семен Борисович Членов, который со всеми был знаком. Председатель суда, один из крупнейших юристов Франции Дрейфус, разрешил мне присутствовать на процессе в качестве его гостя. Я прошел через служебный ход и сидел не в зале, а позади судей. Вечером, когда я выходил из помещения суда, меня арестовали, я не мог показать документы, которые оправдывали бы мое присутствие на процессе. Меня отвели в префектуру, там подвергли издевательскому допросу и заперли. Я злился, не успею послать телеграмму в газету. Действительно, освободили меня только ночью, и отчет появился в известиях на день позже. Процесс продолжался три дня. Все происходившее казалось неправдоподобным и страшным сном. Я говорил, что некоторые пытались выдать Горгулова за советского агента. Москва хотела повергнуть Францию в анархию. Имелась и другая версия. Горгулов, агент французской полиции, убийство было организовано для того, чтобы обеспечить успех правых на выборах и сорвать намечающиеся переговоры с Москвой. На самом деле все было проще и сложнее. Преступление было совершено иступленным отчаявшимся эмигрантам, находившимся на грани безумия. Три дня я глядел на Горгулова, слушал его страстные и нелепые выкрики. Передо мной был человек, которого мог бы выдумать в часы бессонницы Достоевских. Горгулов был высокого роста, крепок. Когда он выкрикивал путаные сбивчивые проклятия на малопонятном французском языке, присяжные по виду нотариусы, лавочники, рантье, испуганно ежились. Ему поступок был прежде всего необъясним. В 20-е годы Ковердал бил советского посла Войкова, Конради Воровского. Горгулов застрелил французского президента Думера, человека правых воззрений притом 75-летнего старика. Однако во всем этом была своя логика ненависти и отчаяния. На суде раскрылась биография убийцы. Он кончил в Праге медицинский факультет и работал по своей специальности в небольшом городке Моравии. Это было удачей, сколько русских эмигрантов стали чернорабочими или попросту нищенствовали. Но Горгулов был человеком неспособным приводится к скромному существованию в чужой стране. Повсюду ему виделись подвохи, унижения. Он считал, что чешские коллеги его затирают, начал пить, буянить, внес в быт чинного города разгул русского кабака. Да и медицина его не увлекала. Еще в Ростовском университете он посещал литературный кружок. Он занялся поэзией. Одна немолодая, но экзальтированная чешка, с которой он случайно познакомился, поверила в его талант и дала деньги на издание книги. Гогула выбрал многозначительный псевдоним Бред. Я читал его книги. Кажется, способности у него были. Но работать он не умел, да и бредил неинтересно, повторно. Его сочинения звучали как отголоски чего-то очень знакомого. одновременно он не расставался с политикой. Вначале он считал себя социалистом, даже объяснял одному из министров Чехословакии, как отстоять демократию. Потом его увлек фашизм, он основал национальную крестьянскую партию, членов в ней не было, зато имелось красивое знамя, его вышли две русские танцовщицы, работавшие в ночном кабаре. После нескольких скандалов чехи лишили Горгулова права врачебной практики и он перекочевал в Париж. Здесь он познакомился с Яковлевым, который торговал дамскими чулками и выпускал газету на БАД. Успехи Гитлера в те годы вдохновляли многих. Яковлев, Горгулов с десятком единомышленников по воскресеньям собирались в рабочем кафе Бельянкура, поднимали руки вверх и кричали «Русь, пробудись!». Вскоре Горгулов рассорился с Яковлевым и выпустил программу новой партии. Он придумал также религию на туризм. Предлагал быть добрыми, любить природу. Одновременно он призывал вырезать всех коммунистов и евреев. Денег у него не было, он тайком лечил знакомых казаков, заболевших гонореей, и полученные за это франки, тратил на издание то книги стихов, то политической листовки. Он спрашивал себя, что ему делать дальше. Вот перечень его планов переехать в Харбин, совершить на ракете межпланетное путешествие, убить Довгалевского, записаться в иностранный легион, уехать в бельгийское Конго, вступить в отряд гиперовских штурмовиков, подыскать богатую невесту. Французская полиция узнала, что Горгулов незаконно принимает пациентов. У него отобрали вид на жительство. Он уехал в Монако. Сначала он попробовал выиграть в рулетку, потом решил, что необходимо освободить Россию от большевиков, другого выхода нет. Он писал писателю Куприну «Я одинокий, одичавший скиф». Он ненавидел французов за то, что они ведут переговоры с большевиками, а его честного казака, верного союзника, выслали из Франции. Где-то он прочитал, что Колчака предали французы. На стене его комнаты висел портрет Колчака. Горгулов написал на портрете две даты – день смерти русского адмирала и день предстоящей смерти французского президента. Все последующее таково, что кажется действительно бредом. Горгулов приехал в Париж с двумя револьверами. Пошел в собор, молился, потом выпил литр вина, опасаясь полиции, ведь у него нет вида нажительства, выбрал третьеразрядную гостиницу, где сдают номера на ночь или на час. Для отвода глаз взял с собой проститутку, вскоре ее отослал и всю ночь писал, проклинал коммунистов, чехов, евреев, французов, потом вышел из гостиницы и убил на него трудно было смотреть, он казался затравленным зверем, от него отрекались и Яковлев и другие его единомышленники. Помню страшную картину, ночью при тусклом свете запыленных люстр судебный зал напоминал театральную постановку. Парадные одеяния судей, черные тоги адвокатов, лицо подсудимого, зеленоватое, омертвевшее, все казалось неестественным. Судья огласил приговор. Горгулов вскочил, сорвал шею воротничок, как будто торопился подставить голову под нож гильотина и крикнул «Франция мне отказала в виде нажительства!» «Я шел по ночной пустой улице и думал о судьбе человека. Конечно, Горгулов не мог вызвать участие, скверная жизнь, дикое бессмысленное преступление, но я думал о том, что когда-то он был обыкновенным русским мальчонкой, играл на горячей пыльной улице в городки. Страшно, что перед смертью он не нашел других слов, кроме вида нажительства, бубничной житейской жалобы эмигранта. Почему он писал о любви к букашкам и хотел вырезать миллионы людей? Почему убил Думера? Почему должен был играть чужую роль в нелепой кровавой мелодраме? За три месяца до преступления он писал своему приятелю Яковлеву «Во мне осталось только одно чувство жажда мести. Он жил надеждой только война спастет нас». Я вспомнил, что Яковлев торгует женскими чулками. Под мирной зыбью европейской жизни проходили страшные течения. Процесс Горгулова был для меня психологическим введением в тяжелое десятилетие. Слово «война» становилось привычным. Люди повсюду начинали втягиваться в новое недоброе дело. Запахло кровью. Летом и осенью 1932 года я много полетел по Советскому Союзу. Побывал на строительстве магистрали Москва-Донбасс, в Бобриках, ставших потом Сталиногорском, в Кузнецке, ставшем потом Сталинском, в Свердловске, в Новосибирске, в Томске. Время было необычайное. Вторично шквал потряс нашу страну. Но если первый в годы гражданской войны казался стихийным, был тесно связан с борьбой между различными классами, с гневом, ненавистью, тоской, коллективизация и начало строительства тяжелой индустрии, разворотившей жизнь десятков миллионов, были определены планом, неотделимы от колонок цифр, подчинены не взрывам народных страстей, а железным законам необходимости. Снова я увидел узловые станции, забитые людьми с пожитками. Шло великое переселение. Орловские или пензенские крестьяне бросали деревни и пробивались на восток. Им говорили, что там дают хлеб, воблу, даже сахар. Комсомольцы, охваченные восторгом, отправлялись на магнитку или в Кузнецк. Они верили, что стоит построить заводы-гиганты и на земле будет рай. В январские морозы железо жгло руки. Казалось, люди промерзли насквозь. Не было ни песен, ни флагов, ни речей. Слово энтузиазм, как многие другие, обесценены инфляцией. А к годам первой пятилетки другого слова не подберешь. Именно энтузиазм вдохновлял молодежь на ежедневные и малоприметные подвиги. Многие рабочие относились к заводам любовно. Они звали Домму Домной Ивановной, Мартеновскую печь, Дядей Мартыном. Я спросил одного втузовца, как он представляет себе Париж. Он ответил, «В центре, наверное, огромные заводы, а люди живут вокруг в больших домах, и сообщение хорошее сотни трамваев». Он пришел в Новосибирск из деревни, и ему казалось, что города растут вокруг заводов. Однако он читал дюго и спросил меня, «Где же там собор Богоматери?» Конечно, среди строителей были разные люди. Приезжали циники, авантюристы, летуны. Они кочевали в поисках, как тогда говорили, длинного рубля. Крестьяне недоверчиво глядели на машины. Когда рычаг отказывал, они сердились, как на упрямую лошадь, часто портили машины. Если одних подгоняли высокие чувства, то другие напрягались в надежде получить килограмм сахара или отрез на брюки. Я увидел эшелоны спецпереселенцев. Это были раскулаченные, их везли в Сибирь. Они походили на погорельцев. Плакали грудные дети, у матерей не было молока. Везли также подмосковных огородников, мелких спекулянтов, сухаревки, сектантов, растратчиков. В Ташкенте и в Рязани, в Тамбове и в Семипалатинске вербовщики набирали землекопов, мостовщиков, крестьян, убегавших после коллективизации из деревни. Я попадал в деревню, где трудно было найти мужчину, женщины, старики, дети. Многие избы были брошены. Женщины гудели, как растревоженный улей. Томск был беден, запущен. Заборы разобрали на топливо. Тротуаров не было. Люди по бойчей уехали в Новосибирск, в Кузнецк. Лишенцы прятали от прохожих лампадки перед иконами, чай пили без сахара, в буфете продавали славянскую воду и картонные коробки для конфет. Бурну росли некоторые города. Заштатный Новониколаевск превратился в шумный Новосибирск. Дома напоминали выставочные павильоны. В ресторане при гостинице люди ночь напролет хлестали водку. Вокруг города пришельцы строили лачуги, рыли землянки. Они торопились, впереди была суровая сибирская зима. Новые поселки называли Нахаловками. Жители острили в Америке небоскребы, а у нас землескребы. Это было задолго до высотных зданий. Жизнь была трудной. Все говорили о пайках, о распределителях. В Томске черный хлеб походил на глину. Я вспомнил 20-й год. На рынке продавали крохотные замызганные кусочки сахара. Профессора между лекциями становились в очереди. Магазины торксина соблазняли мукой, сахаром, ботинками, но там нужно было расплачиваться золотом, обручальными кольцами, припрятанными царскими монетами. В Кузнецке приезжавшие сразу спрашивали, мясо дают? Тифозный корпус больницы был переполнен, сцепняк снова косил людей. В Томске я видел, как жена профессора варила мыло. Все напоминало тыл войны, но тыл был фронтом. Война шла повсюду. Огромное полотно было написано двумя красками, розовой и черной. Надежда жила рядом с отчаянием, энтузиазм и злоба, герои летуны, просвещение и тьма. Эпоха одним давала крылья, других убивала. На строительстве магистрали Москва-Донбасс было собрание. Один землекоп в бараньей шапке с обветренным лицом говорил, да мы во сто раз счастливее проклятых капиталистов. Они жрут, жрут и дохнут, сами не зная для чего живут. Такой прогадает, смотришь, повесился на крюке. А мы знаем для чего мы живем, мы строим коммунизм, на нас весь мир смотрит. Я пошел с ним в столовую, при входе в барак отбирали шапки. Выдавали их, когда рабочие сдавали ложки. Шапки валялись грудой на земле, каждый долго разыскивал свою. Я попробовал объяснить заведующему, что это обидно, да и глупо, люди зря тратят время. Он посмотрел на меня пустыми глазами. За ложки я отвечаю, а не вы. В Кузнецке я встретил начальника цеха. Он рассказал, что восемь лет назад пас в деревне гусей. Его считали талантливым инженером. Он прочитал Корабуга с Паустовского и с жаром говорил о стиле. Я долго разыскивал в старом Кузнецке дом, где жил когда-то Достоевский. Наконец нашел. Женщины сердито ответили, нет здесь такого. Школьники объяснили, что они знают много писателей Пушкина, Горького, Демьяна, Бедного, А Достоевского не проходили. Крестьяне в селе возле Томска рассказывали, приехал один, говорит, кто хочет строить социализм, пожалуйста, иди добровольно в колхоз. А кто не хочет, пожалуйста, полное у него право. Только я скажу прямо, с такими у нас один разговор. Душу вон, кишки на телефон. В той же деревне я познакомился с девушкой. Она после работы читала цемент, говорила, очень трудно все понять, но я учусь, я в город поеду. Теперь, если хочешь учиться, все тебе открыто. Такая я счастливая, что не скажешь. По ухабам Новосибирска прыгали новенькие автомобили. В Кузнецк привезли изумительные машины. Остроили завод-гигант, чуть ли не руками. Были мощные экскаваторы, но я видел, как люди таскали землю на себе. Не хватало кранов, и один молодой рабочий сконструировал деревянный кран. Незадолго до моего приезда рухнули леса. Люди упали в витошку и задохлись. Их хоронили с воинскими почестями. В Кузнецке работали 220 тысяч строителей. Начальник строительства старый большевик Шранкфурт был одержимым, иначе не скажешь. Он почти не спал, ел на ходу. Нужно было то расследовать причины очередной аварии, то успокоить летунов, которые бросили работу с криком «даешь спецуру», то разместить прибывших самотеком казахов. В его комнате я увидел акварель «Париж сумерки». Сергей Миронович до революции был политэмигрантом. О начальнике строительства в те годы много писали. После 37-го имя Шранкфурта исчезло. Недавно я узнал о его судьбе. По окончании строительства в Кузнецке Орженикидзе его послал на новую стройку в Орск, и там он был арестован в 1937-м году вместе с 58-ми сотрудниками. На заседании конечно закрытом военной коллегии Сергей Миронович сказал «Я был большевиком и умру большевиком». Эти слова запротоколировали. В 1956-м году Франкфурта посмертно реабилитировали. Главный инженер Бардин был человеком большой культуры. В молодости он работал в Америке, следил за развитием техники. Он понимал, что задача, возложенная на него, трудна, более того, невыполнима, и знал, что он ее выполнит. При одной заваре Иван Павлович сломал ногу, быстро, однако, встал с койки и возобновил работу. Мне он показался человеком мягким и хмурым. Города еще не было, но город разрастался. В бараках показывали фильмы, открылись распределители, столовые для иностранных специалистов. Начали приезжать из Москвы актеры. Мою книгу о Кузнецке я начал так. У людей были воля и отчаяние. Они выдержали, звери отступили, лошади тяжело дышали и падали. Десятник скворцов привез легавого кобеля, по ночам кобель выл от голода и тоски. Он вскоре сдох. Крысы пытались пристроиться, но и крысы не выдержали суровой жизни. Только насекомые не изменили человеку. Густыми ордами двигались вши, бодро неслись блохи, ползли деловито клопы. Таракан, догадавшись, что ему не найти другого корма, начал кусать человека. Иностранные специалисты, работавшие в Кузнецке, говорили, что так строить нельзя. Нужно было прежде всего провести дороги, построить дома для строителей. Да и состав текучий, люди не умеют обращаться с машинами, вся затея обречена на провал. Они судили по учебникам, по своему опыту, по психологии людей, живущих в спокойных странах, и никак не могли понять чужой им страны, ее душевного климата, ее возможностей. Я снова увидел, на что способен наш народ в годы жестоких испытаний. Люди строили заводы в таких условиях, что успех казался чудом, как чудом показалось старшему поколению победа в гражданской войне, когда блокированная голодная босая Россия разбила интервентов. Несмотря на трудности, казалось бы, непреодолимые, цехи заводов быстро подымались. Среди котлованов пооткрывались кинотеатры, устроили школы, клубы. В 1932 году в Кузнецке еще нельзя было сделать шага, чтобы не попасть в яму, но уже пылали первые домны, и в литературном объединении юноши спорили, кто писал лучше, Маяковский или Есенин. Рая, о котором тогда мечтали молодые, они не увидели, но 10 лет спустя домны Кузнецка позволили Красной Армии спасти Родину и мир от российских изуверов. В жизнь входило новое поколение, юноши и девушки, родившиеся накануне Первой мировой войны. Для них царь, фабриканты, городовые были отвлеченными понятиями. Больше домен и мартеновских печей меня интересовали эти новые люди, будущее нашей страны. Приглядываясь к ним, я увидел множество противоречий. Процесс демократизации культуры длительен и сложен. В первые 25 лет расширение культуры шло за счет ее глубины. Всеобщая грамотность на первых порах привела к духовной полуграмотности, к упрощению. Только в годы Второй мировой войны началась новая стадия культурного углубления. Помню, как удивились французские писатели, узнав о тиражах переводов на языки Советского Союза Бальзака, Стендаля, Золя, Мопассана. Конечно, цифры тиражей это не справка о богатом урожае, но это данные о расширении посевной площади. Жажда знаний в те годы не знала предела. Я это особенно остро чувствовал, приехав из страны, где жили Валерий, Клодель, Элюар, Сент-Джон-Перс, Рагон, Супервель, Деснос, много других прекрасных поэтов, которых все признавали и которых мало кто читал. Летом 1932 года в Москве я получил письмо из небольшого уральского города, писал мне молодой учитель. Кстати, спросите французского писателя Дриэля Рошелля, какой злой дух нашептывает ему разные нелепости вроде следующей. То, что было жизнью, не представляет абсолютно никакого интереса. Сознание более невозможно, ибо нечего сознавать. В передаче нашей лит-газеты его роман «Блуждающий огонек». Сообщите ему заодно, что один из миллионов людей, населяющих страну, из которой вы приехали, и небезуспешно пробующих перекроить старую жизнь мира по-новому, уверяет его честью, что эта старая жизнь полна абсолютного интереса, и что кроме его больного сознания есть еще нетронутые залежи сознания миллионов, которым предстоит осознать еще бесконечно многое. Скажите ему также, что по мнению его оппонента с далекого Урала, человеческое сознание только еще готовится к выполнению той великой роли, что определила ему история, роли грамотного переводчика великого языка чувств, состоящего из любви, ненависти, мужества, дерзания, готовности к жертве и тому подобное, на новый язык, освобождающий их от уздогмата для новой жизни. Дриэль Арашель тогда вращался в левых кругах, и я его иногда встречал. Я перевел ему письмо уральского учителя. Он развел руками. Зачем же он принимает каждое мое слово всерьез. Это прекрасно и вместе с тем глупо. Конечно, учитель, приславший мне письмо, был на десять голов выше рядовых юношей того времени. Я привел его размышления от них не как показательные для духовного развития молодых людей в годы первой пятилетки, но в письме есть прекрасные слова о нетромутых залежах сознания. Именно в те годы целина впервые была тронута. Один молодой тунгус увидел в Кузнецке велосипед. Долго его рассматривал. Наконец спросил, где мотор? Он хорошо знал, что люди ездят в автомобилях, летают на самолетах, а велосипедов никогда не видел. В глухих селениях Сибири люди знали о существовании беспроволочного телеграфа и увидав столбы с проводами удивились зачем проволока? В Томском музее я познакомился с молоденькой девушкой Шоркой. Она училась на медицинском факультете и принесла в музей деревянного человечка, которого родители ей дали как талисман против лихорадки и злых духов. Она узнала, что в музее собирает предметы старого быта и принесла экспонат. Она расспрашивала меня о жизни во Франции. Много ли там больниц? Как борется против алкоголизма? Любит ли французы ходить на концерты? Сколько лет Ромэн Ролану? У нее были глаза доверчивые и пытливые. Наверное, родители просили старого шамана изгнать из непослушной дочери злого духа. В одном из клубов Кузнецка был литературный вечер. Читали стихи Маяковского, аплодировали. Потом один инженер начал декламировать для берегов отчизны дальной. Моя соседка башкирка послала записку «Кто автор?» Мы разговаривали. Она призналась «Я Пушкина знаю, он написал Евгений Онегин, а вот таких стихов я никогда не читала. Может быть, я недостаточно культурная, но мне они очень нравятся, даже больше, чем Маяковский. Я не знала, что можно такое писать. Передвигаться тогда было трудно. На станции Тайга я застрял на несколько дней. Начальник узла меня разыскал, сказал, что ему нравится хулио хуренито и дал мне служебный вагон. Правда, с вагоном было тоже нелегко. Ночью его неожиданно цепляли на какой-нибудь станции и загоняли в тупик. Но я хочу рассказать не о вагоне, а о проводнице, молоденькой сибирячки Вале. Вагон она боялась оставить даже на час. Стекла побьют, порежут сиденья. Она мне рассказала необычайную историю. В Кузнецк она приехала из деревни и работала уборщицей. В ее бараке было чисто, кто-то из начальства это заметил, и Валю поручили служебный вагон. Времени было много, она начала читать. Один железнодорожник забыл в вагоне книгу «Диспетчерское руководство движением поездов». Валя мне показала эту книгу. Я заглянул и ничего не понял. Валя засмеялась. Я сначала тоже ничего не могла понять. Я ее, кажется, сто раз прочитала и в конце стала разбираться. Взяла учебники математики, теперь подготовилась, обещали отпустить в РАПФАК. Не скрою, такие встречи меня потрясали. Я начал смотреть с большим доверием на будущее. Я много говорил о трудностях жизни, всего не расскажешь. В бараках молодожены пытались завесить койку тряпьем. Случайно я был в одном бараке, когда молодой землекоп привел туда девушку, уже начались морозы. У них не было занавески и он прикрыл лица пиджаком. Несмотря на суровый быт, рождались новые чувства, мысли. Юноши и девушки часто при мне спорили, существует ли вечная любовь, можно ли оправдать ревность, принижает ли комсомольца грусть, нужны ли строителям стихи Лермонтова, музыка, часы одиночества. Я говорил, что собираюсь написать книгу о молодежи, и мне приносили дневники и письма, рассказывали про работу, про сердечные невзгоды. Иногда я спрашивал и записывал ответы. Еще до того, как я написал повесть «День второй», я опубликовал в парижском литературном журнале «La nouvelle revue francese» некоторые из собранных мной документов. В предисловии я говорил, обычно писатель не знакомит читателей с различными материалами, которые помогли ему написать книгу, но мне кажется, что эти документы представляют собой ценность независимой от моей работы. Многим они покажутся более убедительными, чем самый удачный роман. Теперь я раздобыл в библиотеке старую книжку французского журнала, перечитал отрывки из дневников, писем, стенограмм и подумал «Жизнь изменилась». А вот многие вопросы, которые впервые ставили юноши и девушки в те годы, продолжают волновать нашу молодежь. Здесь и споры о том, как избежать узкой специализации, и ужас перед дворушничеством, лицемерием, и проблема подлинной дружбы и проклятия равнодушию. В 20-е годы доживала свой век старая крестьянская Россия. На заводах, в различных учреждениях еще преобладали люди, сформировавшиеся до революции. Начало 30-х годов стало переломом. Строительство Кузнецка я вспоминаю с ужасом и с восхищением. Все там было невыносимо и прекрасно. Я сказал, что металл Кузнецка помог нашей стране отстоять себя в годы фашистского нашествия, а другой металл, человеческий. Строители Кузнецка, как и все их сверстники, прожили нелегкую жизнь. Одни погибли молодыми, кто в 1937-м, кто на фронте. Другие преждевременно стали сцетулиться, примолкли. Уж слишком много было неожиданных поворотов, к слишком многому приходилось привыкнуть, приспособиться. Теперь тем героям дня второго, которые выжили, лет пятьдесят или шестьдесят. У этого поколения было мало времени для раздумий. Его утро было романтичным и жестоким. Коллективизация, раскулачивание, леса строек. Дальнейшее все помнят. От людей, родившихся накануне Первой мировой войны, потребовалось столько мужества, что его хватило бы на несколько поколений. Мужество не только в работе или в бою, но в молчании, в недоумении, в тревоге. Я видел этих людей окрыленными в 1932 году. Потом крылья стали не по сезону. Крылья первой пятилетки достались по наследству детям вместе с заводами-гигантами, оплаченными очень дорогой ценой. До поездки в Кузнецк я читал очерки рассказы о строительстве. Увидел я не то, о чем читал. Не помню, когда именно в статьях о литературе появилось выражение «лакировать». Кажется, позднее. Толковый словарь так объясняет этот неологизм. Приукрашать, представлять что-нибудь в лучшем виде, чем есть на самом деле. Между тем, действительность не только страшнее, но и прекраснее тех благонравных и назидательных картинок, которые изготовляли, да и продолжают изготовлять лакировщики. Кто не помнит романов или фильмов, в которых война изображалась как маневры, с веселыми солдатами в новеньких гимнастерках, с песнями, с лозунгами, с парадным маршем к победе. Разве под лаком не пропадала глубина красок? Разве можно было, глядя на экран, где падение Берлина показывалось как феерия понять подвиг советского народа, стоявшего насмерть у Ленинграда под Москвой на узкой полосе Приволжской земли? Так было и со строительством Кузнецка или Магнитогорска. Люди строили заводы в неслыханно трудных условиях. Кажется, никто нигде так не строил, да и не будет строить. Фашизм вмешался в нашу жизнь задолго до 1941 года. На Западе шла лихорадочная подготовка к походу на Советский Союз и первыми окопами были котлованы новостроек. Я увидел самоотверженность одних, жадность, косность других. Строили все, но строили по-разному, кто по идее, кто по нужде, кто по принуждению. Для многих это было началом строительства не только заводов, но и человеческого сознания. Я назвал мою повесть «День второй». По библейской легенде мир был создан в шесть дней. В первый день свет отделился от тьмы, день от ночи. Во второй твердь от хляби, суша от морей. Человек был создан только на шестой день. Мне казалось, что в создании нового общества годы первой пятилетки были днем вторым. Твердь постепенно отделялась от хляби. А хляби было много, и я всегда больше, чем тверди, как на земном шаре больше морей, нежели суши. Я не хотел об этом умолчать, и рядом с Колей Ржановым, с Молиным, Ириной, с лучшими представителями молодого поколения показал циников, эгонистов, людей равнодушных ко всему, что не связано с их личной судьбой. Я отнюдь не пытался быть бесстрастным летописцем. Повесть диктовалась восхищением, любовью, жаждой отстоять первые побеги нового сознания. Именно поэтому я стремился быть правдивым. Действительность не нуждалась в гриме. Я знал, конечно, что многие сочтут мой рассказ за клевету, лишний раз вспомнят, что я неисправимый скептик, будут говорить, что я захотел исказить прекрасную действительность, то есть не изготовил еще одной олеографии по установленному и одобренному образцу. Но когда я писал, я не думал ни о критиках, ни о редакторах, не гадал, издадут ли мою книгу, писал с волнением дни и ночи напролет. Я начал повесть в ноябре, кончил в феврале. Некоторые главы переписывал много раз. Я упоминал, что почти каждый день ко мне приходил бабель, читал страницы рукописи, иногда одобрял, иногда говорил, нужно переписать еще раз, есть пустые места, невыписанные углы. Порой, снимая после чтения очки, Ицак Эммануилович лукаво улыбался, но если напечатают, это будет чудо. В повести есть некоторые итоги моих долгих раздумий. Володя Сафонов хороший, честный юноша. Он учится в Томском университете, потом уезжает в Кузнецк. Он начитан, душевно тонок, любит чистой любовью Ирину. Но он не верит в рождение нового сознания. По собственным его признаниям, он отравлен мудростью старых книг и терзается от наивности от детских своих товарищей. Он пишет в дневнике. Я работал на заводе, учусь, буду, наверное, честным спецом. Но все это навязано мне извне. Сердцем я никак не участвую в окружающей меня жизни. Для стройки я непригоден. В горном деле это, кажется, называется пустой породой. Вы устранили из жизни еретиков, мечтателей, философов, поэтов. Вы установили всеобщую грамотность и столь же всеобщее невежество. После этого вы собираетесь и по шпаргалке лопочите о культуре. Муравьиная куча — образец разумности и логики. На это куча существовала и тысячу лет назад. Существуют муравьи-рабочие, муравьи-специи, муравьи-начальники. Но еще не было на свете муравья-гения. Шекспир писал не о муравьях. Акрополь построен не муравьями. Закон тяготения нашел не муравей. У муравьев нет ни Сенек, ни Рафаэлей, ни Пушкиных. У них есть куча. Они работают. Володя встречает французского журналиста, долго его расспрашивает, видит, что и на Западе нет той культуры, которой он жаждет. На студенческом собрании Сафонов собирался обречать наивность и невежество своих товарищей. Но вместо этого под впечатлением разговора с французом говорит, можно ли сомневаться в том, за кем будущее. Я это чувствую особенно остро, потому что лично я, скорее всего, обречен. Я хочу быть со всеми, стараюсь хорошо работать. Дело не во мне, дело в нас. Я твердо говорю это слово мы. Мы должны победить. Культура не рента, ее нельзя хранить в шкафу, она создается ежечасно, каждым словом, каждой мыслью, каждым поступком. Я здесь слышал, вы говорили о музыке, о поэзии. Это и есть рождение культуры, ее рост, мучительный, трудный рост. Вернувшись домой, он записывает в дневнике самое любопытное, что я говорю искренне, во всяком случае не от страха, но я говорил не то, что думал или то, да не то. За меня как будто говорили другие. Ирина в неотправленном письме с ним спорит. Ты умнее других, больше знаешь, но ты ничего не делаешь, чтобы жизнь стала лучше, ты замечаешь только плохое и насмехаешься. Ты думаешь, я сама не вижу, сколько вокруг безобразия. Наша стройка проходит не в прекрасной, чистой лаборатории, но скажу прямо на скотном дворе. Молодушие, дворушничество, мелкие интересы. Минутами мне страшно становится за все и за всех. Вот именно поэтому я считаю, что мы должны бороться, а не только усмехаться и рассказывать шепотом глупые анекдоты. Ты мне сказал, человек теперь не может любить. Володенька, ведь это неправда. Жизнь теперь такая тяжелая, такая напряженная, такая большая, что и любовь растет. Трудно, очень трудно теперь любить. Вот ты говорил, теперь не любовь, а чугун. И повторял, чугун, чугун, тебе это почему-то смешно. А это совсем не смешно. Скажи сам, что сейчас важнее, читать твоего Франца или отливать рельсы, чтобы, наконец, стало в стране немного больше хлеба и лисица. Но люди сейчас не только отливают чугун. Или нет, они только отливают чугун, но в этом чугуне не только кокс и руда, в нем еще что-то другое. Вот как семя рвется в тьму мелодии, так сейчас рвутся все выше и выше этой домной стихии и любовь. Ирина предпочла обреченному Володе живого Колю Ржанова. Но не поэтому Володя кончил жизнь самоубийством. Никто ему не протягивал веревки, ни товарищи, ни старый профессор, к которому он пришел в последний день за советом не автор повести. Его довела до отчаяния обостренная совесть. А если кто-нибудь и осудил его, то разве что эпоха, та самая, что по ночам приходила на улицу Котантен и вела со мной нескончаемые беседы. Я остановился на Володе, потому что многие критики пытались его выдать за врага. Издание дня 2-го 1953-й год снабжено примечаниями Емельянова, который уверяет, будто Володя был фашистом. Он ведь сказал старой библиотекарше, что хотел бы сжечь все книги. Да, Володя однажды признался, что ненавидит книги, как пьяница водку. Но вряд ли этот книжник напоминает гитлеровского штурмовика. Володя запутался в собственных противоречиях. Будь у него немного меньше совестливости и немного больше цепкости, он не повесился бы, а стал бы уважаемым всеми специалистом. Я показал в повести не только Колю и его друзей, я показал также летунов, спекулянтов, темных людей, ломающих машины. Старался сказать всю правду. Если повесть мне казалась, да и теперь кажется, оптимистической, то не потому, что в итоге величайших испытаний начинали входить в строй цехи, а потому что сотни тысяч, миллионы строителей постепенно становились настоящими людьми. Повесть кончается словами бывшего партизана. Поглядите на Колю Ржанова, на других ребят. Я с ними сражался в Кузнецке, когда был прорыв на Кауперах. Я вместе с ними боролся за эту дамбу. Я, как старый партизан, скажу, что я могу теперь спокойно умереть, потому что есть у нас, товарищи, настоящие люди. В повести нет главного героя. Она, как у нас говорят, калейдоскопично проходит бегло множество персонажей. Я увлекался короткими фразами, быстрым монтажом, мелькающими кадрами. Мне хотелось найти для нового содержания новую форму. В июне 1934 года журнал «Литературный критик» устроил в Москве обсуждение дня второго. Я впервые присутствовал на собрании, где говорили о моей книге и где мне самому нужно было выступить. Часто в моих воспоминаниях я отзывался с иронией или досадой о своих давних суждениях. А вот я прочитал стенограмму обсуждения дня второго и, как это ни странно, почти со всем, что говорил 27 лет назад, согласен и теперь. Я чувствую себя сегодня как один из строителей Беломорстроя. Грешил, но искупил свои грехи, допущен в ряды сознательных граждан, которые строят социалистическое отечество. Уверенность, что нас, писателей, нужно судить, а мы должны каяться, на мой взгляд, неправильно. Я написал много скверных книг, не умел вынашивать книгу, не хватало зрелости, но никогда я не клеветал на советскую действительность. Теперь некоторые товарищи говорят, что я остановился в дне втором на трудностях, потому что привык к комфорту. Товарищ Франкфурт, начальник строительства и секретарь горкома, считают, что я ничего не сгущал, а показал трудности, которые были на самом деле. Товарищ здесь говорили, что Володя умница, но что ему не противопоставлен честный комсомолец с равной эрудицией. Но, товарищи, у нас не шестой день, а второй. Я не знаю, удался ли мне день второй, но эпигонствовать я не хочу. Мои книги написаны каракулями. Вероятно, мы все в некоторой степени Тредьяковские, но Тредьяковский сыграл свою роль. Лучше сейчас сделать слабую книгу на свою, чем взять немножко от Золя, немножко от Льва Толстого и немножко от советской действительности. Я и теперь не знаю, удалось ли мне хотя бы частично осуществить свой замысел. Может быть, день второй слабая книга, но она не подражательна и написана по внутренней необходимости. Дочитав последнюю страницу, Бабель сказал «вышло». В его устах для меня это было большой похвалой. Когда книгу перевели на французский язык, я получил длинное письмо от Ромена Ролана. Он писал, что день второй помог ему лучше узнать советскую молодежь. «Я послал рукопись Ирине и попросил отдачу в издательство советская литература. Вскоре Ирина мне сообщила, что рукопись вернули. Передайте вашему отцу, что он написал плохую и вредную вещь». Я решился на отчаянный поступок, напечатал в Париже несколько сот нумерованных экземпляров и послал книги в Москву членам Политбюро, редакторам газеты журналов, писателям. В 30-е и 40-е годы судьба книги порой зависела от случайности, от мнения одного человека. Это было лотереей. И мне повезло, несколько месяцев спустя я получил длинную телеграмму от издательства. Высылают договор, поздравляют, благодарят. День второй вышел в Москве в апреле 1934 года. Радок в известиях писал «Это не сладкий роман. Это роман, правдиво показывающий нашу действительность, не скрывающий тяжелых условий нашей жизни». В тот же самый день появилась в литературной газете статья Гарри. Писатель воспевает разнузданную стихию, в данном случае являющуюся стихией, созидающей один из крупнейших в мире металлургических заводов. На фоне строительного хаоса живут, любят и страдают маленькие человечки. Кроме того, человечки эти, к сожалению, еще и мыслят. Это уже совсем плохо, потому что мыслят они чрезвычайно беспомощно. В романе Оренбурга люди потерялись в хаосе новостройки, они заблудились в канавах, экскаваторах и кранах. Такая странная вещь в романе приключилась не только с отрицательными типами, но и с положительными. А это уже клевета. Вообще говоря, если придираться к роману Оренбурга, то можно без труда доказать, что это произведение является апологией австромарксистской бредни о пятилетке, построенной на костях ударников. Радек во второй статье возражал, что же считает Гарри, что социалистический реализм состоит в том, чтобы художник рисовал лупки, показывал, каким легким делом является постройка социализма? Этот спор мне кажется взятыми свежих газет. Все это было свыше года спустя, после того, как я дописал день второй. А в тот самый день, когда я узнал из письма Ирины, что издательство отвергло мою книгу, мне принесли немецкую газету с описанием майского аутодафе. Берлинские студенты под руководством Геббельса развели костер перед зданием университета и на нем сжигали ненавистные им книги по списку, составленному заранее. Среди прочих книг сожгли переводы моих романов. Газеты были заполнены ужасающими сообщениями. Еврейские погромы, расстрелы коммунистов, концлагеря. Довголевский, вернувшись из Женевы, рассказывал, как сорвали конференцию по разоружению. В Англию ездил Розенберг. Некоторые английские политики стоят за вооружение Германии, рассчитывают, что нацисты двинутся на Россию. Именно поэтому и подписан Пакт Четырех. Я был с Жаном Ришаром Блоком на антифашистском митинге в зале Метеолите. Зал нервничал, люди вскакивали, сжимали кулаки. Один немец, убежавший из концлагеря, своим рассказом довел многих до слез. Потом мы сидели в маленьком кафе с профессором Ланжевеном. Печально улыбаясь, он говорил, да чего все это глупо? Человечество еще не вышло из младенческого возраста. Позади у него всего два миллиарда лет. Я спросил, а сколько впереди 10 миллиардов, если оно по глупости не кончит своего существования самоубийством. Жан Ришар горячился, говорил, что нужно создавать повсюду комитеты, действовать, пока не поздно. Мимо кафе проходили рабочие, пели «Это есть наш последний». Потом в кафе пришла Андре Виолис, женщина смелая и непримиримая. Она рассказывала о зверствах легионеров винда Китая, о пытках сожженных деревнях. Я слышал и читал те же истории и 10 лет спустя и 20. Менялись формы усмирителей, но жестокие бессильные колонизаторы походили один на другого. Недавно у меня были вьетнамские писатели. Я назвал имя Андре Виолис и они с восхищением сказали «Ее у нас знает». Это была писательница, которая первая сказала Западу правду. Началась новая глава не только истории, но и биографии каждого человека моего поколения. Глава может быть самая трудная.